Ирина Щербик, и я сегодня хочу открыть нашу встречу. Она сегодня немножко под таким новым названием, круглый стол докторов, как бы назвали, да, эту встречу. Для кого она вообще предназначена? Прежде всего для людей, наверное, кто любит себя. Для людей, у кого есть дети, наверное, это для всех, кто сегодня не знает. Потому что, прежде всего, мы все очень заботимся о наших детях и хотим, чтобы они всегда были здоровы, как нужно, чтобы меньше болели. Это встреча для тех людей, кто заботится о своем окружении. Мы будем говорить о том, как избежать, может быть, инфарктов, сумков. Это для тех людей, кто, наверное, тоже здесь такие есть, и многие. Мы заходим в супермаркет, и уже не знаем мы, что покупать, потому что вокруг только синтетическая, рафинированная еда. Почему мы идем? И все эти темы будут вокруг вот этого маленького пакетика, вокруг технологии. Я знаю, что в зале есть люди, которые видят это первый раз, да? Есть такие люди, кто первый раз видит этот пакетик? Мы будем говорить о новой технологии. Будем говорить об этих прекрасных продуктах, которые уже многим здесь сидящим также стали любимыми. И я хочу, чтобы нашу встречу, я хочу сейчас предоставить слово очень интересному человеку, прекрасной женщине, которая является замдиректора Института интеллектуального развития ребенка Светлане Петровне Чередниченко. Она представит всех, всех, кто у нас сегодня будет. Ваше просить, потому что мы здесь в зале светила медицины в разных направлениях. Направление фидиатрии, направление кушевской гинекологии. Есть у нас также диагноз клиницист. И Светлана Петровна откроет немножко, сделает вводную, и дальше будет вести нашу встречу. А мы приготовим блокнотики, ручечки, потому что будет много интересной ценной информации, чтобы делать себе пометочки. И, пожалуйста, сделаем бесшумные или выключим свои мобильные телефоны. Все, приятного Вам встречи. Спасибо, Елена Николаевна. Спасибо. Очень приятно, что у нас сегодня так много, полный зал. По роду своей работы я психолог и занимаюсь ранним развитием детей, помогаю молодым семьям развивать маленьких деток до школьного возраста. Я пришла к этому не случайно. Так сложилась ситуация в моей семье, что я стала специалистом по раннему развитию детей более 30 лет тому назад. И какие бы психологические аспекты ни возникали в семье, с ребенком, лично у людей, приходится констатировать тот факт, что у каждого из нас есть 4 вида здоровья. Психическое, эмоциональное, интеллектуальное и физическое здоровье. И все они неразрывно связаны. Я хочу, чтобы вот зал, который сейчас меня слушает, и вы понесете эту информацию дальше, чтобы вы любили себя, помнили о том, что вы у себя одни, и помнили, что у каждого из нас 4 вида здоровья. Мы сейчас больше будем говорить о физическом здоровье. Но если мы будем неправильно себя вести, грешить, неправильно мыслить, неправильно общаться с людьми, не верить в то, что мы делаем, не желать людям добра, извините, что такое начало, нам ничего не поможет. Никакие самые современные технологии, никакие самые современные продукты. Но вот за эти годы мне пришлось общаться с очень многими врачами, со специалистами здоровья людей и взрослых, и специалистами репродуктивного здоровья, и педиатрами. И вы знаете, вот такого прорыва, такого прекрасного средства, которое помогло бы сохранить здоровье, как появилась сейчас в Эджел, за все эти годы я ни разу не встретила, хотя очень и очень искала. И познакомилась за это время с очень многими людьми, которые занимаются индустрией здоровья. Но такого прекрасного, во-первых, безобидного, безопасного, беспечного, это очень важно, что это безопасное средство для употребления взрослыми и детьми, ни разу не было. Поэтому мы здесь с вами в нужное время оказались в нужном месте. И сегодня я предлагаю, чтобы мы провели такой круглый стол, вот в формате можно с вами его обсудить и вести некоторые изменения. Значит, наши лучшие специалисты в области Эджел и в области своей прямой профессии сейчас присутствуют у нас и будут участниками круглого стола. Эмилия Ивановна Непочатова-Курашкевич, акушер-гинеколог, работает в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии в Центре проблем здоровья семьи. Много лет занимается проблемами здоровья семьи. И сегодня ее тема будет о подготовке семьи к беременности. Именно семьи и мужа, и жены. Я объявляю тему наперед, чтобы вы себе думали. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы лекторов, пожалуйста, не перебивайте, но запишите себе эти вопросы. Мы устроим брифинг после их выступлений. Вы сможете задать все свои вопросы, которые у вас возникнут, и получить на них квалифицированные ответы. Дальше у нас прекрасный семейный врач и прекрасный доктор-педиатр Елена Федоровна Расич. Приехала к нам из Терпат. Имеет прекрасный опыт работы с Эйджел. Вы услышите прекрасные результаты в области педиатрии. И наш консультант-диагност Марина Лавренюк. Вот она расскажет нам о продуктах, о гемосканировании, видит человек изнутри, как работают продукты в организме человека. Итак, значит, каждому из участников я предлагаю дать по полчаса. Первое, наверное, будет логично. Если будет Марина, она познакомит нас с продуктами более глубоко. У этих людей, которые первый раз слышат, и, конечно, те, кто слышат уже не первый раз у нас, все время возникают новые и новые вопросы. Дело в том, что настолько эффективно работают эти продукты, что просто не верится. И мы все время спрашиваем, а как это происходит, как это объяснить, почему это происходит, почему это настолько эффективно. Вот услышите сегодня вот в Марине. Затем мы предоставим слово Эмилии Ивановне о подготовке семьи к беременности, о репродуктивном здоровье. И затем, да? И затем Елене Федоровне. Ребенок родился, как его лечить, и как укреплять и сохранять здоровье семьи. После этого у нас будет такое же время на брифинг. Готовьте свои вопросы. Ну, хотела я во вступительном слове сказать вам, что вот мы с дирекцией все время говорим о том, что наши дистрибьюторы должны организовать такой клуб здоровья, да? Это вот мы уже делаем такие шаги к тому, чтобы организовать клуб здоровья, к тому, чтобы вы все были участниками этого клуба. И каждый раз, когда мы будем проводить круглый стол с врачами, вы будете получать... Мы не лечим людей, мы советуем им функциональное питание, гелевое питание, прорывную технологию. Но вы должны понимать, что они оказывают просто такой исключительный... создают исключительный эффект в организме каждого человека, потому что они действуют комплексно на всю систему в целом. Не может быть такого, чтобы у человека болело только сердце, только ноги, только голова или что-то еще. Мы такая сложная система, которую нужно отрегулировать на клеточном уровне. И вот эти продукты регулируют функцию наших органов на клеточном уровне. Оздоравливают их, омолаживают их. И человек становится здоровее. Он это чувствует, он этому рад. Я всегда говорю о том, что в этом зале необыкновенно приятно общаться с людьми. Вы такие красивые, веселые, молодые, здоровые, несмотря на возраст, оптимистичные. Это прекрасно. И это все благодаря нашим продуктам, благодаря нашей находке. Итак, предоставляю слово, как и обещала Марине Лаврину. Спасибо. Я очень быстро сейчас перелесну слайды. И вот вы получите всю информацию. Во-первых, буквально пару слов о себе, потому что всегда нужно знать, у кого учишься. Согласны? Да. Мне 36 лет. У нас с супругом 5 детей. Старшему ребенку уже 17, самой младшенькой, полтора годика. Я имею медицинское образование. Плюс еще в прошлом я спортсмен, хореограф. Есть ряд еще таких творческих направлений. И как, знаете, вот нет куда без добра. 4,5 года назад, даже больше, 5 лет назад, так получилось, что у нас в один и тот же период заболели два очень близких, но очень дорогих человека в нашей семье. Это 60-летний папа моего супруга пережил второй инфаркт. И плюс годовалый четвертый ребенок на тот момент пережил 4 пневмонии, 3 через реанимацию. И вот это было практически в одно и то же время. И это было очень страшное, очень сложное время для нашей семьи. Ну, вы знаете, я, например, я такой консерватор по природе. То есть я скептик. Для меня вот сейчас, конечно, я стараюсь изучать всю новую информацию. Но вот раньше я очень была закрыта к новой информации. Когда я услышала о продукции Эйджел еще 6 лет назад, то есть за год до того, как это началось, я очень скептически к этому отнеслась. Я начала говорить, вот уже скоро нами сало пришлют в пакетах и борщицы, здесь бы мы что-то покупали, и где-то кто-то какой-то товарооборот делал. И вот прошел год, и случилась беда, и я уже от другого человека услышала об этом продукте, как раз в тот период, когда очень сильно заболел наш маленький ребенок. И вы знаете, я решила разобраться, действительно ли это так хорошо работает. И когда я изучала, смотрела вообще фильмы, книги, читала о важности биологически активных добавок для человека, я вам честно скажу, я плакала. Я плакала просто на взрыв, захлёп, потому что я понимала, если бы я во время получения своего медицинского образования, у меня красный диплом, отличница во всех отношениях была, если бы я получила хотя бы 10% вот этих знаний, то мой ребенок бы не оказался в реанимации. Это я знаю точно. И вот первый фильм, который можете себе записать, «Здоровье мудрых гонорарий». 35 минут очень хорошо, без медицинской терминологии, доступно показывает о том, что такое биодобавки в целом, и их значение для людей. Вторая книга, которая меня потрясла, это книга доктора Олока. Называется «Умершая доктора не уйдут». Я в этой книге сначала возмущалась, сопротивлялась, была несогласна, но потом я согласилась, потому что я вспомнила себя, свою семью. У меня был целый букет заболеваний, у моих детей. Мы были на учетах практически во всех. Оформить там в санатории для нас не было проблем, потому что карточки были вот такие вот. И сейчас, за последние 4,5 года, благодаря вот этим знаниям, которые мы получаем, плюс однозначно духовному росту, потому что мы отдаем очень много, отдаем информацию, для того, чтобы люди узнали тоже о том, как можно сделать свою жизнь счастливей. И вот знаете, бумерангом нам возвращается все. И то добро, которое мы посеяли, и то искреннее отношение к людям, и плюс, конечно же, значение функционального питания сказалось на нас таким образом, что у нас, во-первых, появился пятый ребенок, без единого сохранения таблетки, здоровая абсолютно, слава Богу. Плюс, ну, отличие от предыдущих беременностей. Плюс у нас папа за это время, инфарктник, практически нет уже рубца на сердце, ни одного стационара и капельницы, после того, как появился Эйджин в его рационе. Я вам покажу потом фотографии его, как он поменялся. Плюс за это время в нашей семье вообще не было антибиотиков, не было стационаров, ну, о реанимациях вообще речи не идут. Поэтому я не теоретик, я практик. Вот такое краткое вступление. Поехали дальше. Здоровым детям нужны здоровые родители. Вспомните, все лучшее детям, это девиз хороший, дайте им самое лучшее, что есть, это себя здоровым. Согласны? Потому что у меня есть очень часто такие ситуации, детям покупают, себе нет. И потом в результате, родители, когда болеют, они, ну, дети уже не могут полноценно жить. Заканчивается все. И танцы, спорты, все остальное. Плюс если это взрослая жизнь, то уже нет личной жизни, потому что дети в активный период своей жизни должны почему-то нянчить родителей, которые не ухаживали за собой, не любили себя достаточно, чтобы вот и в среднем возрасте уже, ну, быть здоровым. Поэтому, что нужно делать, мы уже сегодня чуть-чуть озвучили. Здоровье это целый, это знаете, такая картинка из паззлов. Здоровье нельзя купить, вот забудьте об этом. Здоровье нельзя купить, его можно только отстроить. И вот что мы строим? Мы строим внутренние контактные системы для того, чтобы внешний мир не повредил наш внутренний мир. Чтобы любая, даже плохая еда, не привела нас в состояние болезни. Но если уже произошла болезнь, должна присутствовать медицина. То есть, если вы болеете, обращайтесь к хорошим, квалифицированным, качественным врачам обязательно. И занимайтесь самолечением, я вас очень прошу. Консультируйтесь у специалистов. Но при этом обязательно используйте вещи, которые будут вас постепенно восстанавливать в вашем, именно внутренние среды, в вашу гармонию внутри. Итак, раньше как это выглядело? Как люди обращались к природе? Да, Господь нас сажал, людей, мы дитя природы, и вот все, что есть вокруг, это наши помощники. Согласны? Были травы, были возможные знаки, делали чаи, настойки, отвары. Потом появились такие современные, ну, люди заметили, что почему-то не все пьют настойки, не все делают чай, людям некогда. Бросить травяную таблеточку, запить водичкой ведь проще, чем делать какие-то настойки и чаи, согласны? И вот, что такое таблетки и капсулы? Это сено, уже без ферментов энзима в растении, сено. Оно у нас внутри оживает, ну, увлажняется, частично оживает, поэтому есть небольшой процент помощи. Там 10, 20, максимум 30 процентов поможет, ну, тех там полграмма таблеточка. Но при этом все равно те, кто употребляют биологически активные добавки, то есть из растений ищут себе подмогу, уже чувствуют лучше и выглядят получше. Мешает кондиционер? Выключите? Пускай будет? Хорошо. И вот потом появились соки. Соки – это уже более живой продукт, нежели сена, но все равно соки для того при оживе очень окисляются. И плюс, что такое сок? Это мякоть и вода. Правда? Вода растений. То есть концентрация полезных веществ в соке намного меньше, чем в самой мякоти. Ну, доступно объясняю, да? Вот я не хочу медицинскими терминологиями, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот, что такое гелевая суспензия? Это внутриклеточное содержимое, это такой вот концентрированный сок, образно говоря. Но за счет герметики, за счет того, что все пакетики в серийных условиях были произведены минимально консервантов и плюс суточная доза в одном пакетике. За счет этого продукт находится вот практически в том создании, в каком создала его природа. Единственное, что, в чем его уникальность? Он усваивается через подъязычную вену, то есть сразу идет в кровь. Через 2-3 минуты человек ощущает его уже действие. И это очень хорошо чувствуется, если там, допустим, нарушение желудочно-кишечного тракта и спазмы колики. Это вообще моментально ощущается. Если вы здоровы и просто едите этот продукт как здоровое питание, то, конечно же, какие будут отзывы? Я вот только что позвонила, говорю, ну что, вы пользуетесь? Женщина говорит, да, пользуемся. Какие есть результаты? Она говорит, ну, никаких. Я говорю, ну вы здоровы? Да, вы здоровы, при том, когда все дети в классе болят, они здоровы. Вот такие результаты у тех, кто просто на фоне здоровья просто себя поддерживает. И вот, что такое продукция индустрии велнес? Это новая торговая категория, это то, что нужно всем взрослым и детям, это то, что пользуется сейчас все больше и больше популярностью. Это вот экологически чистая, сбалансированная еда, которая способна на клеточном уровне восстановить органы, ну, то есть даже клетки. Здоровые клетки объединяются в здоровые органы, здоровые органы в здоровые системы, и здоровые системы представляют из себя здоровый организм. И вот Джоэль Роквуд, Джозеф Файст и также очень большое количество ученых, это именно тот научно-медицинский состав, который разрабатывает это все. Очень много спортсменов употребляют продукцию, и почему спортсмены? Износ большой. Почему еще спортсмены? Им нужно, чтобы все было максимально экологичное, то есть антидопинговый комитет очень четко следит за тем, чтобы у спортсмена не было ничего лишнего в крови. Так вот, элитные спортсмены, увидев продукт Эйджел, очень быстро обратились к этой продукции, потому что оно действительно безопасное, без каких-либо там стимуляторов, ну именно того, чего и, ну вы понимаете, стараются избегать все нормально адекватные люди. Итак, есть очень много официальных клинических испытаний, и вот в первую очередь для меня было показательно, это клинические испытания, которые прошли в клинике МАЮ. С чем связаны клинические испытания? Не нужно исследовать, как влияет брокколи или шпинат или адлепиха на здоровье человека. Для этого не надо клинических испытаний, согласитесь. То есть, еду не нужно испытывать, она испытана тысячелетиями уже. Что нужно было испытать? Насколько быстро работает продукт, как он действительно усваивается, сколько аккумулируется. И вот клиника МАЮ, которая лечит королей президентов, элиту мира сего, она просто доказала, что Эйджел намного быстрее усваивается и работает мощнее, чем капсулы и таблетки, даже соки. И вот степень усвоения, ну можете сравнить, 98 или 7 или 10 процентов. Да, вот 98 это Эйджел, а капсулы и таблетки 7-10. Вот представьте, вы заправили автомобиль, залили туда 10 литров и один автомобиль использует все 10 литров и проедет там ну сколько, 150 километров, а второй использует только 1 литр, а все остальное вытечет куда-то. Обидно? Ну обидно, зачем спускать деньги в унитаз пользуясь старой торговой категорией? Есть новая торговая категория, которая намного эффективнее работает. По поводу сертификатов кошерной, супер кошерной, халяль, антидопинговой сертификаты 65 стран мира говорят о том, что этот продукт действительно экологически чистый, что он не имеет никаких побочных эффектов, что он безопасный, что он действительно эффективный и вот эта сертификация это одно. Ощущение приема продукта или вот независимое мнение это совершенно другое. Одним из независимых мнений была я. Когда я начала исследовать, как кровь меняется под воздействием этого продукта, я поняла, что мы даже не осознаем, к какому чуду мы прикоснулись. Что это вообще такое? Кто-то подумает, вот какой-то пакетик там расхваливают. Друзья мои, это такой стиль жизни, о котором все просто мечтают. Когда снимают очки, когда восстанавливается вес, когда суставы перестают хрустеть или болеть, когда ты утром раньше сползал с кровати, а это в 5.20 просыпаешься вместе с солнышком, без каких-либо будильников, когда вечно спящий муж, сова превращается в жаворонка, когда дети уже говорят, мама, из-за твоих витаминов я не могу пропустить в школе ни одного дня. Когда приезжаешь в Карпаты и горный источник, и ты спокойно своим годовалым ребенком заходишь туда и плещешься по 2 часа. Или, допустим, когда приезжаешь в деревню, видишь своих родителей, которым по 65 лет, а они уже там на огороде с утра до вечера, сад, у них все сделано, не надо ничего делать, приезжаешь и просто наслаждаешься общением с ним и совместным отдыхом. Ну, понимаете, о чем вообще я? И когда не нужно... Я вот зашла случайно недавно в аптеку, я как увидела цены, я даже не представляла, что они настолько стали выше. Я 5 лет не была в аптеке. А можете представить еще, я медик, зашла в поликлинику, ну, беременность, надо было там оформить карточку, я как увидела количество людей в очереди, я когда услышала вот этот запах страдания в этой больнице и безысходности, потому что даже сами врачи уже в другой раз не знают, что давать, с чем лечить. Потому что организм настолько изношен, что уже медикаменты больше дают побочный эффект, чем помощи. Так вот, друзья мои, что такое Эйджел? Это очень высокая эффективность, очень простое усвоение. Вот это рентген. Никому же не надо объяснять, да, где позвоночник, где ТАС. Думаю, все хотели в школу немножко что-то помнить. Ну, кто-то смотрел мультика или обольте, там тоже что-то подобное показывали. Так вот, 2 суток прошло после того, как человек пил капсулы. Капсула в нерастворенном виде выходит через прямую кишку, несколько зафиксировались в тонком отделе или толстом отделе кишечника. Здесь получается, что желатин, мы недостаточно теплые, чтобы его растворить. Делали вы когда-нибудь желе дома? Да. Ферменты организма не растворяют желатин, не растворяют. Итак, что такое продукт Эйджел? Спектр очень большой. Вы сегодня услышите о каждом продукте ну, хотя бы главное. Для того, чтобы изучить подробно, есть очень много лекций в интернете, есть очень много книг, вы можете уже поискать, однозначно найдете такие, где только об одном мине можно час сорок слушать. Академик Дадали из Санкт-Петербурга об одном мине рассказывает час и сорок минут. Вы можете найти эту лекцию, вы найдете для себя просто кладезь знаний, вы будете биохимик по образованию после этой лекции, но там очень все просто и доступно. Что такое иметь? Витамины, минералы. Зачем нужны? Да чтобы избежать кариеса, чтобы избежать остеохондроза, чтобы избежать падения зрения, чтобы... Ну, это строительный материал вообще, например на пакете возник вопрос. 29 гривен в день суточная доза натуральных витаминов, вся суточная доза и 75% минералов. Как вы думаете, за 29 гривен в день вы можете себе позволить? Даже с огородом вы это не организуете. Поверьте. Именно поэтому сельские люди далеко не блещут здоровьем. Износ суставов очень сильно ничтожат все натуральное домашнее. Не высваиваются для того, чтобы витамины, минералы сварились. Должно быть, как знаете, кирпичный раствор, кирпичный раствор. Вот так вот происходит обмен веществ. Позже вы об этом обязательно услышите подробнее. Юми, это бороя водоросль, это наш с вами здоровый иммунитет. Это профилактика онкологии. Как вы думаете, кому это нужно сейчас? Всем. И причем когда? Еще вчера. Я, Юми, ела, будучи беременной, каждый день, чтобы ДНК у моего ребенка был полноценный, и чтобы я свои приобретенные заболевания не передала ей. Она у меня родилась, и со второго дня начала давать Юми по капельке в день. Кто-то спросит, зачем? Я хотела, чтобы у нее был здоровый иммунитет, чтобы не было никаких аллергий. Я этого добилась. Будучи, вот малышке было два месяца, я ела по два килограмма клубники в день, и у нее не было ни одного прыщика. Вообще, до полтора года ни одного намека на диатез. Вы знаете таких детей сейчас? Я, кроме своего ребенка, еще знаю некоторых тех, кто едят Эйджу. Вот у них тоже такие дети. Еще один момент. Буквально недавно у нас прошло тестирование именно аллергического фона у малышки. Она нашла случайно, где лежит килограмм конфет. Полтора года. Я когда она увидела, она съела весь килограмм. Она сходила, извините, в туалет на следующий день практически с шоколадом. Один был маленький прыщик. И то, я думаю, может, или это комарик, потому что мы были в лесу и отдыхали, или это все-таки было какое-то проявление. То есть, ну, это не специально, но такое вот, понимаете, тестирование, которое показало ребенок. Помните, внутренняя среда и внешняя среда. Ребенок защищен. Что такое здоровый иммунитет? Это возможность защитить себя от разных аутоиммунных заболеваний. Вот здесь такой йод, это буро-водоросль, который подходит всем. Из гипофункции щитовидки, из гиперфункции щитовидки. Засасываются узелочки, ну и так далее. Об этом вы услышите чуть-чуть попозже. Экза, облепиха, гранат, виноград. Сколько нужно есть? Да ради Бога, хоть всю жизнь. Что такое экза? Это жизнь без грибка, без паразитов, без дрожжей. Вы знаете, что спинномозговые грыжи возникают? Одно из причин, я уже как диагноз это вижу однозначно. На фоне просто большого количества дрожжей в крови. Когда дрожжи тянут, посылают биохимические сигналы, чтобы человек ел сладостей много, потом человек начинает есть, он не понимает, почему он ест столько сладкого. И кто должен ликвидировать эти дрожжи? Лейкоциты. Я вам позже покажу видео, как лейкоцит захватывает вот эти дрожжи и потом носится уже в крови, дрожжи остаются уже внутри, и он их ликвидирует. Это просто чудо, вот то, что делает продукт. Что такое Экзо? Это нормальный гемоглобин, это хорошая микроциркуляция, это работа мозга, это антиоксиданты, вообще номер один в мире по количеству антиоксидантов. Более 200 видов, ведь каждый свободный радикал требует свои антиоксиданты. Доступно говорю, еще улавливаете? Пойдем дальше. Флекс, восстановление соединительной ткани. Это все в нашем организме. То есть каждый орган зависит от состояния соединительной ткани. Даже оболочка каждой клеточки это соединительная ткань. Даже кровь это соединительная ткань. Поэтому это не только восстановленные суставы. У меня есть женщина, которая пропила флекс, хотела восстановить свое колено, и в результате у нее спаечки на трубах рассосались, и она смогла забеременеть. В 43 года. Родила здорового ребенка. И я вам скажу, что это было удивительно, это было трогательно, потому что человек, понимаете, если сыпется где-то соединительная ткань, то она сыпется везде. И кристаллик глаза это тоже соединительная ткань. Самая большая проблема в соединительной ткани это то, что она очень быстро теряет влагу, быстро теряет эластичность. И вот в первую очередь, где мы видим проседание или ухудшение работы соединительной ткани, это зона вокруг глаз. Я вам открою большой секрет. Мне некоторые говорят, никому не говорите. Я вам открою этот секрет. За последние два года я практически не пользуюсь косметикой. Перед этим у меня было огромное количество баночек, кремов и всевозможных масочек. И все равно были морщинки. Сейчас я начала пользоваться просто здоровым питанием, и здоровье кожи вернулось изнутри. И мои морщинки ушли, и мне очень комфортно себя видеть в зеркале. Есть, конечно, Эйджелес, это отдельная тема, то есть здесь есть косметика. Но так как ее в Украине то и она есть, то и ее нет, сейчас уже, слава Богу, появилась, то у меня практически вот не было косметики. Фит. Восстановление веса. Очень мягкое снижение, не будем об этом подробно, но я вам скажу, что это очень хорошее восстановление обмена веществ. И также вот буквально только что был звоночек, мне человек, лежать в стационаре, уже назначили гемодиализ. Креатинин в 600, мочевина в 25. Три пакетика Юми каждый день, два пакетика Грина каждый день, и один пакетик Фита. За два дня креатинин в 600 снизился от 25, а мочевина в 25 к 11. Есть медики в зале? Гемодиализ уже не нужен, уже гемодиализм никто не говорит, это девочка из Чернигова, с сахарным диабетом. Поэтому то, что сейчас делает продукт, это для здоровых людей просто возможность жить спокойно и радостно. Для человека, который болеет, это возможность получить колоссальную помощь без вреда. Восстановление кожи и всех органов, которые отвечают за кожу. ОМ. Восстановление нервной системы. Знаете, кому нужно сейчас восстанавливать нервную систему? ГРИН. Восстановление желудочно-кишечного тракта. Брокколи, шпинат, спирулина. Я его называю салат в пакете. У меня дети идут в школу, я бросаю в рюкзачок, например, что-то, они сами выбирают, что они хотят. Но, когда другие запихаются бутербродами, то мои дети просто обедают чем-то из этого. И я, например, совершенно спокойно, вы знаете, самый простой тест, съели мы что-то полезное или вредное. Знаете, какой? Без любого оборудования. Если вы захотели спать, то вы съели что-то не то. Если вы почувствовали прилив сил, значит, вы поели правильно. Так вот, когда бутербродом перекус организовываю, что происходит? Спать. Что такое ГРИН? Это то, что мне спасло жизнь в Таиланде. У меня ужалена там очень токсичная медуза. И через полчаса уже у ребят на ресепшене вот у тайцев глаза были круглые, потому что они когда увидели в каталоге какая, они между собой начали разговаривать. А у меня, наверное, под воздействием токсинов я поняла, уже начала понимать тайский, что они говорят, что не успеют доехать в скорую помощь. И вот нас было несколько врачей тогда. Мы ездили в Бангкок на конференцию, поехали на побережье Паттайи, чтобы там немножко еще отдохнуть. То есть мы поехали поизучать Эйджел. И вот любители интоксикации своего организма, знаете, вот есть любители интоксикации своего организма. Они заказали нам грин, потому что в Украине его не было, он был в Бангкоке. Тогда в Америке и в Бангкоке, в двух странах, в Таиланде. И вот они нам заказали три коробки. Три коробки. И вот я из этих трех коробок я знала уже, что это, я уже слышала от Рандала Максуя, врача Барака Обамы, он обучал нас в Бангкоке, что это такое. Я знала, что это уже детоксикация. Я выпила пакетик грина и через полчаса я поняла, что такое очистка. Ну, под воздействием токсинов и грина эта очистка была очень ярко выраженная. Больше у меня никогда так кишечник не чистился, но я перед вами я уже к вечеру была полностью здорова. И сейчас на данный момент куда бы я ни ехала, грина у меня всегда есть с собой. И два года назад, когда мы были на море с детьми, дети съели сладенького и было очень сильное отравление 39,6. Тут так получилось, мы не покупаем, но тут мама потеряла контроль, папа порадовал детей. И в результате через несколько часов 39,6 бред, интоксикация сильно, обезвоживание, рвота, опонос, все, что касается этого. По 4 пакета грина было выпито за ночь, с каждым ребенком на следующий день. Эти дети уже ели молочное, плескались в воде. Если бы не грина, это было бы 2 недели инфекционки, как минимум. Поехали дальше. Харт, восстановление сердечно-сосудистой системы. Именно благодаря Харту наш папа жив. Человек с 30-летней гипертонией сейчас имеет давление 80 на 120. И вообще сейчас живет полноценно настолько, что дай Бог каждому вообще, даже не пенсионеру так себя чувствовать. Сим, восстановление зрения ожидаем, ожидаем в Украине, протеин, тоже аминокислоты, ожидаем в Украине, GSH есть в продаже, отличный продукт, восстановление печени, эликсир молодости. Шикарный продукт. Те, кто его едят, по ним видно сразу. Во-первых, это такое впечатление, что живет у этого человека косметолог дома. Кожа меняется в считанные дни. В первые дни может быть очень некомфортный запах идти в дыхании, потому что идет расшлаковка на очень глубоком уровне. Нужно просто пить больше воды. Все люди, у кого есть проблема там несвежедыхания или, извините, ноги не так пахнут, это Green и GSI. Когда вы пропьете, вы вспомните, что такое благоухание тела. GSI очень мощно восстанавливает биологический возраст. Это Тора, ну вот, наш глютатион начинает вырабатываться, и вот ради этого глютатиона все звезды шоу-бизнеса ложатся в стационары, прокапывают себе глютатион внутривенно. Так вот, когда вводится глютатион дополнительно, организм начинает лениться и перестает его вырабатывать. А когда вводится то, из чего потом, благодаря чему организм сам начинает вырабатывать глютатион, так вот это возможность растормошить печень и научить ее вырабатывать глютатион, омолаживаться. Его можно пить тоже сколько хотите, но вообще хотя бы 3-4 коробочки в год пропивать надо. FlexRab восстановление мягких тканей во время ушибов, травм. Вообще, вы знаете, если бы у меня была дома камера наблюдения, что происходит дома, то можно было бы уже несколько шикарных видео выложить в интернет, когда падает ребенок, например, со ступеньки. Гематома огромнейшая, крик, больно же. Я беру густым слоем, намазываю FlexRab, это крем, намазываю на щечку и вот эта гематома вот так буквально в течение 5 секунд. И маленький остается синячок. И причем ребенок успокаивается в течение считанных секунд. Если кто-то не верит, что продукт работает, возьмите молоток и FlexRab и потом вы увидите. Ну это так, юмор, но кто-то все-таки бывает, что повторяет. Верен восстановление и обмена веществ это возможность сжечь наш внутренний жир. Сейчас от ожирения органов органы страдают практически так же, как во время метастаз. И поэтому вот этот внутренний жир, который сложно сгоняется в фитнес-клубе, который не сгоняется голоданием, БРН убирает. Плюс восстановление идет тоже обмена веществ. Он шикарно работает. У нас здесь есть в зале люди, которые там минус 15, минус 20, минус 30 килограмм благодаря вот этому продукту. Омега-3. восстановление сердца сосуда в рыбий жир. Знаете, что полезно? Читали Чеховского там, да, гугли-могли рыбим жиром он лечил. Так вот, рыбий жир в бутылочках, он совершенно другой, он воняет, раз воняет, значит, уже окислим, значит, уже не совсем полезен. Капсулы, когда вы гладаете, вспоминайте пункт выше, где они эти капсулы оказываются с этим рыбим жиром. Когда рыба свежая, она не воняет, согласитесь. Когда рыба уже полежала, окислилась, обветрилась, она воняет. Вот так же рыбий жир в бутылочках. Он уже несет и пользу, и вред одновременно. Я не хочу говорить 7 грамм в каждом пакете, плюс витамин Е, витамин С, витамин Д. То есть то, что позволяет ему усвоиться. Мне диетологи просчитали полтора килограмма высококачественной красной рыбы. Надо съесть, еще правильно приготовить и съесть, чтобы получить в организм столько, сколько один пакетик принесет. И кто-то скажет, а зачем так много? Поверьте, даже наши бабушки были уже дефицитны по этим полиненасыщенным жирным кислотам. Чтобы получить омеги в сутки дозу свою, надо съесть 240 килограмм жареного картофеля. Ну, или там, допустим, выпить около трех литров оливкового масла, хотя там омеги-3 практически нет, там больше 6,9. Вольт восстановления энергии это то, что очень любят студенты, дальнобойщики, тусовщики, а также те, кто любят сконцентрироваться вот в... Вы знаете, я, например, если нужно что-то сделать, там, на тренировке, я даже третью часть пакетика выпиваю, вот в 6 вечера выпиваю, и при этом в 2 часа ночи муж говорит, ну, когда ты уже угомонишься, ляжешь спать, ляжешь спать, то есть он работает очень мощно, он дает колоссальный прилив сил, но при этом здесь нет просто такого, ну, просто тупой стимуляции, ну, извините за сленг, но здесь есть подпитка нервной системы, восстановление конъективной памяти, это то, чего у нас не хватает. Тут вышел на балкон и думает, что хотел сделать, что, зачем я сюда пришел, и так далее. Вот что делает вольт? Он очень мягко восстанавливает, причем здесь энергетик, здесь есть кофеин, но он из буараны. Буараны это более безопасный кофеин, нежели кофеин. Итак, очень люблю продукт, очень много могу о нем рассказывать, но то, что это можно выпить где угодно, когда угодно, с кем угодно, это вот очень вкусно и очень полезно. Мы даже, знаете, вот делали такой небольшой вот недавно у нас мы сейчас оформили визы, едем в Виталию на большое международное мероприятие и под визовым центром, когда уже получили документы, мы взяли по пакетику МИНА, оторвали шашечку, текнулись за успех. Это так уже, шутка. Я просто хочу буквально еще пару слов об этом тоже можно говорить очень долго, но вот так восстанавливается вот это 69 лет. Здесь и остеопороз, и коксиартроз, все уже есть. И вот через два месяца приема флекса и была еще одна коробка Юми регенерации стволовых веточек. И здесь совершенно другая уже ситуация. Вы видите качество гостной системы здесь и здесь. Все, что темное, это остеопороз. И мы не состоим только из кальция, иначе мы бы все рассыпались, как мел. Нам нужно, чтобы было все в балансе. Поэтому вот флекс это просто счастье до четыре компонента в одном пакетике. Равных ему нет вообще нигде. Вот все медики, которые видят как составы, степень усвоения, они понимают, что это великолепнейшая альтернатива тем искусственным суставам, которые сейчас массово людям ставят. Потому что поставив один сустав, все равно соединительная ткань всего организма сыпется. А когда мы восстанавливаем при помощи клеточного питания даже один сустав, ремонтируется и все остальное. Вот это то, о чем я обещала показать. Это наш папа 59 лет, это наш папа 65 лет. И вес один и тот же у него. Но при этом что произошло здесь? Организм вернул в клетки воду. Восстановился обмен веществ. Вот так работает хард, когда восстанавливается не только сосуды сердца, но и всего организма. А красивая здоровая кожа это приятный бонус просто. Потому что от капилляров кожи тоже зависит состояние кожи. И вот благодаря тому, что хард восстановил нашего папу, и цементом раствор мешает, сделал евроремонт, теща туалет, ванную все сделал, во дворе ремонт, тоже там сделал в деревне, вот просто уже там усадьба у них. И я вам скажу, что благодаря тому, что есть хард у него ежедневно в рационе, он уже видит свою пятую внучку, он ее мог и не видеть. И он разобрался даже со своим простатитом, который у них когда-то его тревожил. То есть все постепенно и потихонечку. А теперь буквально вкратце, что такое кровь и как она работает. Вот это так выглядит здоровая кровь. Вот наши с вами эритроциты, лейкоцит и плазма крови. Кто видит такую кровь впервые, ну вот в таком формате? Это вообще отдельный мир. Вот наша кровь это целая вселенная. Там есть свой спецназ, там есть свои генералы, там есть свои предатели, там есть свои заторы. То есть это вот вся наша реальная жизнь внутри человека происходит практически один к одному. Ну все вселенная закономерна. И вот как мы можем поменять свою жизнь осознанно внутри? Выпили коньячка, микротромбы образовались. Всего навсего 90 миллилитров. Выпили кофе, кислород исчез. Сердечко бьется быстрее. Кофеин работает, но при этом кислород исчез. То есть в плане энергии это как кредит в банке. Вы какое-то время энергичнее, но потом вы рассчитываетесь еще за этот кредит с головой. Плюс человек покурил, сладж происходит. Человек выпил немножечко, ну как не немножечко, грамм. Но многие себе столько позволяют, правда ведь? И даже не думают, что это может быть там вредно. Когда я не пью, мне спрашивают, ты там гордая, вы знаете, да я и так и без этого веселая, зачем мне пить? Я когда напьюсь, я просто буду спать. Я вам что, нужно спящее? Есть еще одна отмазка, если я выпью, мне будет плохо, вы хотите, чтобы мне было плохо? И все. И таким образом меня уже никто не заставляет. И я сама в первую очередь очень счастлива от того, что максимально что я могу себе позволить это там полбокала красного вина сухого. Неосознанные наши вредные привычки. Современные фрукты. Перестаньте покупать этот мусор. Перестаньте травить себя за свои же деньги. То, что предлагает вам магазин, это беда. Те, кто знают, как выглядят вот где базы, с этими овощами, фруктами, там есть холодильники. В те холодильные комнаты заходить дольше, чем на 10 минут нельзя. Потому что надышаться можно такими парами, что жизнь будет недолгой. Что происходит, когда мы соки покупаем? Мы покупаем химические вещества, которые приводят к панкреатитам дети сейчас поголовно с этими ацетонами из-за этих двух пунктов хотя бы. Вы посмотрите, что происходит. У детей ацетон у родителей нет. Потому что родители покупают фрукты, себе жалеют съесть, а ребенок ест. Сладости, которые дают холестерин в кровь, трансжиры везде. Уже практически нет конфет с нормальным составом. Поэтому, если хотите иметь какие-то сладости, сделайте их дома сами. Тот же бисквит, сделайте сами этот жидкий шоколад, рецептов достаточно. Есть очень много сладостей на основе семечек, на основе меда. Сделайте полезное что-то. Не лягитесь. Вы, когда будете пользоваться эйджу, у вас все равно время останется, для того, чтобы сэкономить на приготовлении пищи. я уже меньше готовлю намного. Мы едим обычную еду, но уже по крайней мере я не изощряюсь в плане котлетов, вивных. Вот этот весь уже повреждающий мусор я не готовлюсь лично. У меня даже если есть какие-то котлеты, то они на противень в духовку и не жарим уже. Не пекутся. И так газированная водичка тоже это не очень полезно. Вот так выглядит 95% даже. Вот я написала более 60% это чтобы медикам не пугать. Это я в госпитале делала доклад для врачей и вот написала более 60%. 95% людей находятся в кислородном голодании. 95% даже жителей Карпат. Это я тоже отследила. Я протестировала 10 или 11 человек, когда мы отдыхали в Карпатах за один день. Даже маленькие детки с гипоксией. Почему? Потому что они едят котлетки. Потому что им родители покупают сладости. Вафельки и печенька. Это гипоксия. Монетный столбик плюс, кристаллы мочевой, кислоты, холестерин, дрожжи, грибов, чего только не найдешь во время гемосканирования. Вот как можно поменять качество крови. Сделали небольшую зарядку. Микроциркуляция улучшилась, энергетический тонус повысился, кислород вернулся. Медитация, молитва тоже возвращает частично. Экологические фрукты, то есть домашние или органические фрукты, сезонные фрукты, те, на которые пчелки садятся и мухи садятся. Понимаете, о чем я? Вот так работает Эйджел. Эйджел работает дольше всего, потому что если это на несколько часов подзаряжает организм, то Эйджел работает дольше всего, конечно. Как выглядит, что такое гелевая суспензия? Вот у нас под микроскопом один и тот же масштаб. Гелевая суспензия, клеточное питание, эритроциты из плазмы легко усвоится, растворится легко, поверьте. Вот такое, попадая в кофе, растворяется легко. Как выглядит обычная еда, которая, ну это смородина перетертая, но поверьте, мы не жуем до такой консистенции, как смородина перетертая. Обычно, ну если человек хочет проверить, как он жует, он может просто съесть, ну вызвать у себя рвотные рефлексы и вот посмотреть, каким, что он делает с едой. Это единственный вариант проверить, жуете ли вы или нет. Потому что, когда говорят, жуй медленнее, 30 раз, да я жую, жую, и в результате все равно поглощается все очень быстро. Вот так выглядят таблеточки натуральные, то есть да, там есть органические вещества, но плюс еще содержится очень много всего. Так, ну это я уже показывала, это я вот хочу просто сказать, что Эджел это самое лучшее сочетание науки и природы. Для меня лично ничего лучшее я не видела. На конвенции в Женеве, где собирались диетологи, было представлено много очень компаний, но одна единственная была зафиксирована как живое питание. Это компания Эджел. Одна единственная в мире. Это производство Америка, штат Юта, в Софлэк-Сити находится офис в Принфилде, находится завод. Это завод, где производилось более 25-летие для космонавтов. Если кого-то это пугает, я вам скажу, что термобелье, мобильная связь, все уже у нас практически космические технологии. И сейчас то, что сделали ученые, они понимают, что людям некогда выращивать, некогда готовить, некогда жевать, поэтому спрос на эти продукты все больше и больше. Это здоровое питание, которое ежедневно дополняет нас на клеточном уровне. И вот, конечно же, я могу вам сказать, что то, что представлено в Эйджел, это возможность действительно хорошо и качественно жить, потому что, когда вы можете чувствовать себя полноценно, вы можете работать, зарабатывать, вы можете путешествовать, вы можете жить, не отвлекаясь на вот эти все моменты, на которые отвлекаются все те, кто находится сейчас в стационаре. Ведь сейчас огромное количество людей находится в стационаре. спросите, им хочется там духовно расти, их интересует в каком состоянии наша сейчас страна, их интересует одно, выживу я или нет. А здоровые, полноценные люди, мы же стремимся к этому, мы же хотим иметь качественное общество, мы хотим иметь хорошую страну. Так я вот, например, призываю к чму. Начните с себя каждый, выровняйте себя, свое здоровье, вы будете полноценны, энергичны, вы будете высыпаться за 4-5 часов и вы сможете выделить огромное количество лишней запасной энергии на то, чтобы улучшить качество жизни. Я сейчас читаю огромное количество лекций, это мое личное время, моя инициатива в школах, для детей, для родителей, для преподавателей. Я читаю много лекций, опять же, моя инициатива, просьба многих для врачей. Я провожу очень много таких вот встреч, как сейчас, в разных уголках нашей страны и других странах. Почему? Потому что я поняла на себе, что мы можем поменять качественно не только свою семью, а также то общество, где мы находимся. И это не громкие слова. Что такое биохимия? Что такое йод каждый день? Это здоровая элементарная щитовидка, это здоровая нервная система. Люди, которые, вот вы только зайдете в этот офис, увидите те, кто раньше уже пользовался, они другие, они восстановлены, они спокойные, вы можете им спокойно наступить на ногу, вы можете им сказать что-то не то, они просто улыбнутся, потому что нервная система совершенно другая. Вот давайте не будем много говорить, вот из тех, кто пользуется, вы это у себя уже за собой отмечаете, уже некоторые поднимают руки. Я вам могу сказать, что мои дети в семье перестали ругаться, ссориться, пять детей, поверьте, каждая личность огромная, каждого свое эго, но при этом они умеют договариваться. Был такой очень интересный эксперимент, это так, на закуску. Взяли два класса, один класс дали в рацион ежедневно, в течение месяца просто пищу, обогащенную йодом, а второй класс питался как обычно. Так вот, тот класс, где была пища, обогащенная йодом, это не значит, там йод капали, витамины, нет, это была настоящая, просто полезная еда. Знаете, где йод есть в нашем регионе? Грецкие орехи хотя бы, элементарно, пять орехов в день, чтобы йод получиться. Только хорошо переживать. Итак, тот класс, где был йод, через месяц на 30% поднялась успеваемость и исчезли конфликты. Мы все йод дефицитные. И думаем, что у нас тут такие все агрессивные, что у нас в ра дебюта и бездетов. Вот так вот происходит. Так, добренько. Я могу об этом говорить очень много, я и так уже перестаралась. Спасибо вам. Есть еще два докладчика, которых вам обязательно надо внимательно услышать. Как вы сейчас? Полны сил, энергии, все хорошо? Давайте буквально одну минутку сделаем маленькую перезарядку. Сложили ручки вместе. И одна минутка. Делаем вот такие вот упражнения. Одна минута. И вы увидите, как вы почувствуете себя бодрее. Кто уже через 10 секунд устал и через 30, это значит, вы, извините, мало уделяете физической активности. Я буду чувствовать. Одну минуту реально многим нужно сидеть. Это Виталий Милюкин, он должен присутствовать где-то в офисе у нас. Такой у нас есть прекраснейший человек, представитель медицины. Низкий поклон мы делаем теперь каждый день. Там еще лучше вот так вот и вот так вот интенсивненько все. Но, по крайней мере, я вам скажу, что по себе лично, когда я начала делать вот эти 3 минутки уделять вот такое вот упражнение следующее, там еще есть, там еще одно, потом, если захотите, подойдете 3 минуты в день. Боже, вы видите, я вам покажу, вот. Это просто сказка. Ну, вы понимаете, Эйджел, это не панация, это сочетание. Но вы приходите сюда и получаете здесь целый букет правильных знаний. Приободрились? Правда приободрились? Спасибо большое, Марина. Очень большой объем информации. Надо иметь крепкое интеллектуальное здоровье, чтобы все усвоить. Мин помогает. Уже нам бы сейчас по пакетику мина. Вот. Ну, в общем, конечно, мы все поняли, что имеем дело с совершенно уникальными продуктами. Поняли, как они действуют. И, наверное, каждый из нас знает, что единственный невосполнимый ресурс у каждого из нас, присутствующих здесь, независимо от возраста, это время. Не вернется ни одна минута, прожитая нами. Не справится ни одна ошибка, допущенная во времени. Поэтому время нужно ценить. И для того, чтобы быть счастливым, энергичным, веселым, следует себе помогать. Марина рассказывала о том, что надо жевать орехи, да, и как повышается, скажем так, успеваемость в школе. А я за 15 лет своей работы в институте сложила такую статистику очень печальную, что в разных регионах нашей Украины в связи с отсутствием или недостаточным наличием количества йода в воде, в продуктах очень страдают дети. У нас растет такое поколение, я не буду называть, чтобы не афишировать, это очень плохо, но есть целые области в Украине, где процент олигофренов детей с умственной отсталостью, с разными степенями умственной отсталости выше 30%. Поэтому они учатся в обычных школах, поэтому там уже нет интернатов. А самое страшное, что олигофрены очень настроены на размножение, скажем так, у них много детей. И в третьем поколении олигофрения уже не лечится. А что касается просто интеллектуальных способностей детей, мы можем заметить у каждого своего ребенка какие-то проблемы, и они связаны с условиями нашей жизни. Мы, к сожалению, не можем изменить воздух качественно, которым мы дышим. Как бы мы не старались получить чистую воду, все равно в этой воде мы получаем какие-то отрицательные для нас вещества. И получается, что мы собой представляем такое химическое, не очень доброкачественное соединение. Мы можем нейтрализовать это, мы можем улучшить качество своего здоровья. И вот вы давно не были в аптеке, а я была в аптеке позавчера. Пришла, значит, говорю, мне тут что-то от гриппа, эпидемия гриппа, входит, заболел один из членов семьи, провизор смотрит так на меня и говорит, вы только не называйте мне никакие препараты, я вам дам сама. Говорю, а почему? А за последние две недели лекарства подорожали в трое. Поэтому наша продукция скорость очень дешевой. Вы знаете, это печально, вот с одной стороны, а с другой стороны легче будет рассказывать людям, что тебе же намного полезнее будет для твоего здоровья оздоровить весь свой организм при помощи вот этих препаратов, чем угробить себя, посадить печень, почки, суставы, кровь, о которой вы так красиво рассказывали, при помощи химических препаратов. Они не дружественные нам, они не органичны для нас, они приносят в основном вред и принимать их нужно в самых исключительных случаях, безвыходных, скажем так, в ситуации. Ну, Эмилия Ивановна у нас специалист по этому вопросу очень большой. Значит, дорогая Эмилия Ивановна, я вам предоставляю слово по поводу подготовки семьи к рождению здорового ребенка. Но, поскольку Эмилия Ивановна обушер-гинеколог и большой специалист по женскому и по мужскому здоровью, то готовьте ей соответствующие вопросы. Пожалуйста. Прежде чем перейти к основному вопросу, я хочу наглядно, совершенно показать вам человека, которому подтвердил каждое слово Мариночки. Сережа. Сережа, иди сюда. Сережа начал раздеваться. Правильно, Сережа раздевается. Значит, вода на Сережа. Это уникальный, на мой взгляд, человек. Потому что, будучи в круизе, мы с ним, я имела честь с ним, круизировать, у него от чрезмерной энергии получился маленький переломчик ноги. И вот стал вопрос, надо ему обратно скорблять, тянущий в каюту не зашел. или все-таки надо зайти в каюту и что-то делать. Мы с ним не были знакомы. Но там есть мама уникальная. Ниночка. Вот. Мама уникальная. Она нашла среди большого коллектива врача обушарогинеколога. Другого поблизости не было. ну и мое положение. Марины рядом не было. уникальная. отправила. Мужа отправила. Она была немножко беременной. Вот. И значит, что делать? Подняла всю литературу, которую я с собой прихватила. И решила на свой стратный риск. Начинать лечить Сережу, потому что нельзя же его отправить. Такие деньги. уже все заплачено. Как мы с ним общались? В процессе десяти дней. Флекс. По четыре пакета внуки. Массажи четыре раза в день. друг другу принадлежали душой и телом. После этого тугое винтование. И к концу круиза Сережа выиграл первенство по теннису. Уже вы свидетели. Я тебе обновляю, что ты меня выдержал. Понимаете суть этого всего? Я в Эль жили уже пять лет. И чтобы на такое решиться, это вообще-то должностное преступление. Извините меня, тут юристов. Нет, мы их не берем. Но вариантов не было. Вариантов не было. Чужая страна. Вариантов не было. И вот то, что во-первых, глубокая вера в продукт у меня, а я в медицине очень давно. Очень давно. и безвыходность, и боль, и какая-то надежда у Сережи, и глубокая помощь Ниночке, как она нас кормила. Как она нас поддерживала. И всего коллектива, который был с нами, все к ножке Сережиной прикладывали здесь, сюда. Понимаете, к чему я речь веду? Я речу к тому, что Эльжин объединяет людей. Я вот Ирина Николаевна говорила так, Ирочка, если бы ты не была у нас директором, я бы сроду в Эльжин не пришла. Знаете почему? Потому что поверить в то, во что нельзя поверить, нужно обязательно в коллективе. Но один на один это нереально и невозможно. У меня сегодня ночь была очень плодовитая в одной из больниц. Три часа за мной приехали. Ночь. Ночь. И слава Богу все живы. А Светлана Петровна у нас на 11 половинадцатого встреча. Она мне звонит, я говорю, Света, она под моим крыльцом с Виталием Леонтичем стоят уже. Света, я еще сплю. Как Эмилия Ивановна, нам же ехать. Я говорю, одна минута. Виктор Леонидович, подтвердите, что я через одну минуту спустилась. Потрясающе. И вот я перед вами. И вы думаете, что мне 17 лет, и мне даже не тлиц и тлиц. надо было стоять. И мне надо было перед вами стоять. Понимаете? И все это Эджель. конечно есть генетический груз. Я не спорю. Это имеет значение. Я могла бы об Эджеле и о эксклюзивности всего того, что Вареночка нам так профессионально рассказала. Рассказывать по 4 часа. И было время, когда Александр Иванович, наш главный директор, он всегда мне говорит, Эмили Ивановна, я вас прошу, пожалуйста, ну не больше 40 минут. А люди говорят, давайте, давайте, Эмили Ивановна, потому что еще надо, чтобы вы нам рассказали. К чему я речь в этом? Я речь в тому, что если вы впишетесь в наш коллектив, вы будете абсолютно друг от друга зависимы, во-первых. Вы будете очень желать друг к другу видеться. Яночка, скажи. Да, да. Вот ставь, скажи людям. Мы с тобой сколько всего-навсего года не работаем? Или как работаем? Нет, не работаем. Не работаем? Да, я. Вот иди сюда, вот скажи людям, какое у тебя чувство как ты пришла и как ты вокруг себя ну в конечном итоге она возглавила группу. Вот скажи, просто свое самочувствие, потому что дальше очень серьезная тема пойдет. Нам надо немножко, вот расскажи, вот какое у тебя чувство, что ты влилась в этот коллектив, кроме пакетиков. Здравствуйте всем, у меня зовут Яна. Дело в том, что действительно очень приятно общаться все время с людьми. Ты всегда думаешь только о том, что вот как бы рассказать то, что ты пережил, то, что ты почувствовал, поделиться своими результатами со своими близкими. И действительно очень приятно рассказывать и общаться в связи с этим со своими друзьями, потому что есть уже общее. Какая у меня история? Я извиняюсь, я, честно говоря, от неожиданности немножко путаются мысли. Дело в том, что вот придя сюда, познакомившись с Эмилией Ивановной, у меня ребенок, это постоянно какие-то были у нас болезни, девочке 11 лет, это за год, ну вот тут есть мои друзья, которые не дадут соврать, по 5-6 раз бронхита, воспаление легких. На данный момент фу-фу-фу, да, боюсь что-то сказать. Действительно ребенок, она стала более такая, ну вот, нет просто с собой фотографии, вы бы увидели, два совершенно разных ребенка, совершенно по-другому выглядит, она стала более здоровенькая, крепенькая. Сейчас она все равно подхватила недавно что-то подхватила вирусное, как сказала наш врач, но наш врач пришел, он говорит, что-то вы давно не болели, вот, в хорошем смысле, вы молодцы, похвалил нас. Тут же врач через 3 дня, мы его заразили, видно, он сам слег, вот, пришел, ну, мы выздоровели уже через неделю, это, конечно, тоже для нас очень большой такой, прогресс. Мои подружки, с которыми я общалась, и, ну, продолжаю общаться, у кого-то уже вот такие же детки, у нас всегда все разговоры заканчиваются, ой, как плохо, как мы все болеем, вот это у нас всегда один и тот же разговор. Тоже говорит, бабушка не верила, ребенок 3 дня пьет Юми, она уже мне звонит, я уже ей назначаю, сколько мы будем пить Юми, что мы еще делаем, через 3 дня ребенок здоров, не надо было ни врача вызывать, никого, то есть, конечно, это уникально. и мой результат, я еще в процессе, Елена Анатольевна, остеопат, которой сегодня, к сожалению, нет, она бы подтвердила, значит, я к ней обратилась с артрозом коленного сустава, коленной чашечки, пропила, ну, пила флекс, и мазала флекс, мазала, но, вот я, не такой вот, лучше на питье, да? Да, я не сильно ответственная в этом смысле, товарищ, да, то помажу, то я не помажу, через полгода, значит, сделали мы снимок, повторили, показала я Елене Анатольевне, Елена Анатольевна сказала, что очень хорошо укрепилась, вот эта хрящевая ткань, то есть, она увидела, действительно, хорошие изменения, прогресс есть, но я продолжаю дальше, то есть, я теперь, буду в течение года, еще небольшими циклами пробивать флекс, вот, собственно говоря, такой, да, небольшой результат, спасибо, для меня он очень существенный, но самое главное, почему я ее попросила сейчас, неожиданно сюда, подойти, потому что у нее, появилось желание, вокруг себя, иметь коллектив, единомышленников, да, это очень приятно, когда ты можешь позвонить своим друзьям, у тебя есть поводы, встретиться с ними, пообщаться, а так все время времени же нет, а теперь появился очень хороший, здоровье, главный фактор, спасибо, спасибо, слово Яночка, почему, собственно говоря, я сделала немножко такой перерыв, потому что, то, что говорила Марина, теоретически, понять очень сложно, и практически невозможно, у меня, директор моего института, академик, Юрий Геннадьевич, совсем не видел смысла ни в чем, он только обижался на том, что ты бегаешь, как таракан на сковороде, а свой директор сидит на стуле, и тебе не важно, как он себя чувствует, я говорю, важно, поехали к Марине, и когда, значит, когда мы подложили его пальчик под Марининое исследование, он так на меня посмотрел и говорит, а ты свой подкладывала? Я говорю, а как же? И что сказала Марина? Я сказала, Марина мне сказала так, Эмильвана, вы приехали не по адресу, вы что-то уже давно пьете? Да, это было видно. Я сказала, дай Бог, чтобы дети еще имели такую кровь, как у вас. А я говорю, Мариночка, пью 4 года, ну так, Эмильвана, вы не мой пациент. А когда Юрий Геннадьевич увидел все это дело, Архив есть. Архив есть, да, у него чувства к Эджелу совсем изменились. Ну сейчас он не как таракан на сковороде, но очень достойно бегает. Очень достойно бегает. И вот, почему я и о мужчинах, и о женщинах сейчас с вами заговорила очень откровенно. Вообще здоровье это интимная часть нашей жизни. Вы это понимаете? Это интимная часть нашей жизни. Почему интимная? Потому что только очень неумные люди сознаются в своем возрасте и в своей болезни. Все уважающие себя люди считают себя всегда молодыми, здоровыми и дерзающими. И вот, кстати говоря, Эджел воспитал все эти три чувства у людей, которые там, ну, живут в Эджеле более двух лет. Вот у меня на глазах такие красивые люди образовались, если бы вы их видели, кто тут новый, в наших полуарных, официальных и неофициальных обстановках, у них есть желание купить новую обувь на таком каблуке. О, я ношу. У них есть желание в вечернее платье одеть, одеться и показать хотя бы мужу. Хотя бы мужу. Скажите, пожалуйста, есть у вас у кого-нибудь у женщины такое желание? Вот сшить вечернее платье и показать мужу. Ну, не у всех. А вот, когда вы два года проработаете, да бедный муж там спать некогда будет. Спать будет некогда. Только рассматривать вас платье и бесплатье. Платье и бесплатье. К чему веду речь? Все так далеко зашла я к тому, что сейчас наша политическая обстановка не свидетельствует о том, что будет очень активное продолжение рода. Мужики воюют, женщины плачут. И ничего нигде нет. Ни денег, ни жизни, но ничего нигде нет. И вот в этой связи мне хочется в нашем подготовленном, эмоциональном и здоровом коллективе, как я понимаю, раз мы здесь и собрались, нас же никто не тянул? Некоторых тянули. А, значит, в следующий раз сами бежать буду. Нам надо подготовиться к тому, что если вдруг нам будет подарок от Бога, я имею в виду ребенок, это подарок от Бога, это не каждая женщина, даже очень желающая иметь ребенка, будет его иметь. У нас сейчас, вот вчера я была на конференции, у нас сейчас 70% женщин раннего и среднего репродуктивного возраста имеют беременность через ЭКО. Вы слышали такое? Беременность через ЭКО. 70%? Да. Я имею в виду людей, которые в проблеме. В проблеме. что они не могут через естественно иметь ребенка и получить беременность красивым путем. Понимаете? Вот как же нам добиться того, чтобы у нас, во-первых, появилось желание получить подарок от Бога. Независимо ни от чего, что у нас мало денег, вы говорите. Вот Энджел это один из главных пунктов, между прочим, получения приличной зарплаты. У меня невестка, когда я в это дело вступала, препятствий мне не оказывала. Она сказала, мам, если это вам к здоровью помогает, ну, ради Бога, ходите там как в церковь. Вот так. я осталась спасибо, что они не будут меня нагружать и разрешают в церковь ходить. Но, что у меня на валютном счету будут деньги, в это она не верила, и вдруг мне звонит, мам, вам надо получить срочно деньги. Я говорю, какие, Аленочка, деньги? Как какие? У вас на валютном счету есть деньги, надо срочно получить, по долларов не будет. И когда встал вопрос мне получить деньги, сразу встал вопрос куда их тратить. Я к чему речу? Что вот Эльжевские зарплаты это приятная неожиданность. И вот я думаю, что если вы меня послушаете, вы мне поверите, потому что я имею возможность получить зарплату в другом месте. вот так говорить. Но то ожидаемая зарплата, а вот неожидаемая зарплата дает возможность вам перед мужем, перед седьмой, перед семьей ходить на высоких комплексах. Иметь желание сходить с нашим коллективом в ресторан или на конференцию пятидневного уровня. Конференция пятидневного уровня да что там. это Ирина Николаев вам заключение скажет. Понимаете? Для того, чтобы быть чуть-чуть удовлетворенным, вот я с Леонидовичем сегодня заключила контракт, это нам директор, что мы напишем книгу не воспоминаний, мы напишем книгу эксклюзивно приятных моментов в нашей жизни. Так вот, это же ваше общество, ваши глаза. Если вы видели сейчас свои глаза, я их вижу, это такой приятный момент в моей жизни, вы себе не представляете. И вот чтобы вы чувствовали внутри себя так, надо, чтобы вы почувствовали себя женщиной, женщиной, а мужчиной, мужчиной. И вот если мы добьемся этого, то у нас не будет эго, мы не будем платить за 7 раз пробы по 14 тысяч минимум. Это искусственное оплодотворение. У меня есть пациенты по 7 раз не успеха, а вся семья и весь мир складывали деньги, потому что живут люди 7 лет и нет ребенка. Это же понимаете? И вот мне сегодня, в то время, которое мне ответило, хотелось бы чуть-чуть попробовать научить вас избежать эго оплодотворения. то есть естественно, естественно. Где у нас Олечка из Нежина? Олечка из Нежина. Другая. Олечка, где она есть? Олечка, иди сюда. Расскажи мне то, что ты мне говорила, что мне спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Нежина. Ну, у нас такой случай, который сейчас уже можно рассказывать, да, потому что мама и бабушка просили молчать, чтобы не сглазить, как бы, да, боялись. Ну, вот уже нашей Валерии, сегодня 18-е, завтра ее будут крестить, уже есть около двух месяцев, то есть у нашей сотрудницы не было детей детей 10 лет. И она, конечно, ну, Марина с ней тоже разговаривала по телефону, назначала программы, то есть мы это пили все, как говорил доктор нам. В общем, мы родили. Хотя доктора говорили все, нет, 10 лет детей нет, она обследовалась везде, все, прошла все, 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 что только говорили ей, да, сказали нет, детей не будет, только искусственное оплодотворение. Больше никаких вариантов. Девочка, конечно, вообще разуверилась у них там вплоть до того, что она разводится с мужем собиралась, ну, сами понимаете, ну, мы говорим, давай приведи свою дочку сюда, ну, попробуем. Она ни во что не верит. Ну, когда мы привели, она так скептически сидела, это ее дочка, так слушала нас, типа, мама все-таки купила продукт, который назначили. Она говорит, я не верю, ну, что ты, я все равно это не верю, ты не веришь, но пей. На второй месяц она мне звонит, это Инна, бабушка уже, да, звонит и говорит, Оля, у нас результат. Я говорю, какой? Она говорит, труба одна, в другой немножко там осталось, я не медики, они не понимают, да, вот. На третий месяц она у нас беременная. На четвертом, на четвертом месяце у нас была угроза срыва уже беременности, да, Марина подключила, по-моему, Омегу, там уже такое, да, добавила, ну, слава богу, мы вот крестимся завтра. Так что, ура, ребята. У меня уже более тридцати семей, которые были от десяти до шестнадцати лет, дали бесплодные, более тридцати, естественным путем, самая поздняя наступала беременность на седьмой месяц. Пока или сложные ситуации не встречались, или просто действительно так вот работает продукт. Все обращались. Сложных на восьмой. Да. Просто реально, это мой опыт. Стопроцентная беременность наступает. Так вот, с вашего разрешения я сейчас телеграфным способом попробую вам донести, как вам на местах со своими близкими и с людьми, которым нужно помочь. Не стесняйтесь вот того опыта, который вы сейчас слышите. Вы понимаете, что он же не подготовленный. Это же я никого специально не приглашала. Это в течение пяти лет общения с кем-то, трех там, двух. Вырисовывается вот такая картина. Вырисовывается такая картина, что Эджель очень хорошо помогает при правильном применении его подготовки к беременности. Какие главные законы, что бы я хотела, чтобы вы поняли. И мужчина, и женщина в этом принимает активное участие. Почему я об этом говорю? Потому что вот когда люди идут на ЭКО, там очень активное участие принимают старшие поколения. Деньги. Вот в Эджеле можно родителей не привлекать. В Эджеле надо понять, что первое условие, незаконные условия. В течение полугода до зачатия должен быть один партнер. Как у мужчин, так и у женщин. Потому что через полугода у мужчины идет самоочищение. и каждые полтора месяца у женщины идет самоочищение. И вот если вы в перерыве между действиями, то есть плана на беременность со своей женой, встретите потрясающую женщину и захотите ей отдаться, срок планирования беременности переносится на полгода из-за мужчины. и надо честно к себе отнестись. Можно ли этот срок укоротить? Можно. Если мужчина был до этого здоров и дополнительный контакт был со здоровой женщиной. Но существует также и такой момент, когда происходят пересевы нормальной флоры мужской с нормальной флорой женской. И вот этот пересев мужчиной передается своей жене. И жена имеет асептическое, аллергическое ответ. в чем он состоит? Изменение флоры, ощелачивание флоры. Сперма приносит щелочную реакцию в полость женщины, а щелочная реакция это препятствие к беременности. Сперматозоид в щелочной реакции живет, но осуществляет активацию флоры даже доброкачественной. Я имею ввиду не флоры, которые возбуждают. То есть доброкачественная родная флора женщины становится для нее патологической. И беременность здесь откладывается на полтора месяца возможность состояния беременности. Когда откисление организма произойдет в норме, и тогда пожалуйста беременеть. Вот это сложно на первый взгляд. А на главное нет. Надо понимать, что если ты с этой женщиной хочешь иметь беременность, ну потерпи восемь месяцев и не имей другую. Ну говори. это касаемо а вот женщин. Теперь женщины. Главный пункт, который препятствует беременности женщины, это ее ответ на своего мужчину. Существует две позиции. Ответ положительный тогда, когда происходит одновременная реакция оргазма мужчины и женщины. И тогда хвост сперматозоида вовремя работает, а он источник генетического груза. И весь положительный генетический груз пойдет в ту яйцеклетку, которую он плодотворит. И тогда получаются талантливые дети. Еще более талантливые дети. Получается, когда мужчина старше женщины хотя бы на 5 лет. Сперматозоид должен быть чистым, свежим, но генетически воспитанным. А яйцеклетка должна быть молодая, красивая, свеженькая, пухленькая и здоровая. здоровая. И вот со стороны мужчины важно, чтобы он не болел инфекционными заболеваниями и не было плохого генетического груза. Ну, скажем, алкоголь. В четвертом поколении страдают дети. Не в первом, в четвертом поколении страдают дети. А женщина должна быть здорова эндокринологически. Что значит эндокринологически здоровой. Это значит у женщины цикл не менее двадцати одного дня и не более тридцати пяти. Запомните, вот это называется женское здоровье. Все остальное это ее гигиена, ее желание иметь ребенка и правильная организация сексуальных отношений с партнером. В последний месяц секс должен быть как я говорю три раза в день и семь раз в ночь. То есть часто, регулярно, эффективно, достойно и с удовольствием. И тогда не будет такого термина. Да у меня там я случайно там залетела и вот теперь. Вот когда вот это вот теперь тогда это не есть наш человек. Это не есть человек, который венжили с нами в одном ряду. Почему? Потому что женщина без подготовленной беременности будет иметь на здоровом организме будет иметь обязательно неприятность в первые четыре месяца беременности. Почему? Потому что ребенок неправильно будет адаптироваться внутри уродной жизни. Из-за инфицирования, из-за не той кислотности, из-за не тех количеств протеолитических ферментов, которые заякоряют плодное яйцо в матке. Вот тут Эджель очень помогает. Если за полгода вы начнете принимать женщину МИН для регуляции менструального цикла, ЮМИ для профилактики возбуждения инфекции, вот Мариночка очень хорошо это вам все говорило. И Эльзо для того, чтобы плодное яйцо, когда оно сливается сперматозоид с яйцеклеткой, оно должно выработать протеолитический фермент, который расплавляет ткань матки и хорошо должен до сосудов дойти и оттуда питаться. И вот тут нужно Эльзо. Вот тут нужно, чтобы оксиденизация была правильной. Вот если это соблюсти, то никаких угроз, никакого стационара и постоятельной длительной командировки в родильный дом мужа на полтора месяца мимо не будет. Муж будет радоваться тому, что все у него в семье правильно. Важно ли это? Чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Если муж будет поддерживать на расстоянии, беременность будет протекать с радостью. Как нам радость обеспечить беременной женщине? Радость обеспечивается беременной женщине через грин. Грин дает правильность всасывания пищи любой в желудку. А беременная женщина в ранних сроках, если она грин не имеет, почти вторая имеет токсикоз ранний. Имеет токсикоз ранний. Хочешь ты это или не хочешь. Вот грин препятствует возникновению токсикоза. И если вдруг эта тошнота и небольшая диспепсия появляется, он ее сразу снимает. За неделю все уходит. По три упаковочек. И ничего не бойтесь, и никого не слушайте, что это способствует невынашиванию или выдержу. Не способствует. Не способствует. Не способствует. В этом сроке беременности как правило снижается артериальное давление. как сделать так, чтобы женщина не падала в обмороке. Мин и ом. Я его не вижу. И ом. Вот эти два. Мин и ом. Эпизодически. Вам не надо это в системе. Эпизодически. Как чувствуете с радостью? Давление падает. Давление падает женщина обмороке. Вы же знаете, что вся литература наполнена первым симптомом беременности женщина упала в обморок. Вот чтобы этого не было. Есть одна деталь, с которой сталкиваются семьи и супружеские пары перед тем, как они вступают в желание иметь ребенка. это неправильное формирование у женщины полового аппарата, о чем она не знает. Вот я вам говорила, что показатели здоровья это правильные циклы. Но сейчас, в особенности молодежи, очень интересные взгляды на жизнь. Они все хотят худеть, все немедленно хотят иметь длинные ноги, все немедленно хотят влезать, а главное в брюки. Я бы хотела сказать о том, чтобы вы понимали, что это все хорошо с позиции подиума. Но вы также должны понимать и о том, что половой аппарат женщины требует соединить ткани он должен перед беременностью и вообще обзагали спасибо, он должен распуститься, он должен усочниться, он должен быть правильно сформирован принятию плотного яйца. А вот здесь, если этого нет, а как узнать, что этого нет? В анамнезе, то есть до замужества у девочки были болезненные месячные. Вот если у девочки были болезненные месячные, то никогда не планируйте беременность, не посоветовавшись с врачом. Что происходит? Какая причина? Причина несоответствия между телом матки и длиной шейки. в норме матка должна иметь две трети по размеру, а шейка только одну треть. И тогда все это дело эвакуируется безболезненно и регулярно. Если наоборот, матка имеет одну треть, а шейка имеет две трети, вот там болезненность и неправильные зачатия. Как этого избежать? Во-первых, ФЛЕПС, обязательно ФЛЕПС, до шести месяцев ФЛЕПС, во-вторых, МИН, там небольшое количество витамина Е, и в-третьих, ЮМИ, эта ситуация снижения эстрогенной насыщенности организма приводит к тому, что вторая фаза перекрывается, а вторая фаза, я понимаю, когда желтое тело вырабатывается, а желтое тело вырабатывает гормоны, которые вызывают процесс воспаления. Процесс воспаления. И вот здесь ЮМИ очень помогает сделать так, чтобы лечение было правильное, Энджельское, я имею в виду, и препятствие развития инвазии микробов. Вот эти две позиции я очень хотела, чтобы вы себе усвоили. И это так просто. Если вы к своим детям будете внимательны, они вам скажут, да и когда болит, ребенок не может сказать. И одну совершенно ремарку относительно мужчин. Я сейчас обижусь на урологов. Тут у нас их нет, я имею право обидеться. Значит, когда мужчину в супружеской паре посылаешь к урологу, он все-таки специалист, представительная железа, там и прочие атрибуты мужские, да, и хотелось бы мнение специалиста, и вот он их там обследует, естественно, все. Но что говорит женщине уролог? И мужу, естественно. Независимо от того, что скорость, например, сперматозоида 50, а нам надо 80. Понимаете? Это обычный анализ, все об этом знают. И вот что уролог говорит. Да у тебя все хорошо, если у тебя жену приличную, понимаете? Вот этот термин должен быть у вас на устах женщины. А вы мужчины, и не думайте об этом. Чтобы беременность была правильной, скорость спермы должна быть 80. И кто бы вам не сказал, что вы вот такой, кроме вашей жены, ни от кого этого служить не надо. В заключение я хочу, чтобы вы записали мой номер телефона. И если вам стыдно кому-нибудь обо всем поговорить, то вы наберите меня 483 1705 и скажите Эмиль Ивановна нужна консультация по поводу хвоста сперматозоида моего мужа. И вам широкая дорога будет ко мне на консультацию и я обещаю, что я помогу каждому. Кому-то только Эджина. Кому-то более глубокими исследованиями. Кому-то дополнительными консультацией специалистов. Кому-то может быть психологическими. Кому-то может быть стационарным лечебным. Наш Эджинский коллектив это наша семья. И все те люди, которые у меня были или их там друзья или родственники. Они все отчитываются. Эмиль Ивановна у нас уже родился тот-то, тот-то. Эмиль Ивановна у нас уже тот-то. Я рада. Я считаю, что я не зря на свете живу. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ сейчас в виде в виде этой чудесной жизненной позиции. А еще дополню, исходя из нашего опыта уже наблюдений, мужу, конечно, никогда спермограмму не делали, повода не было как-то, но из тех, кто обращался, очень подвижные сперматозоиды повышаются благодаря харту. Это вообще просто безотказное средство. Силен просто он тратит мужчину очень много силена во время эякуляции, поэтому харт пополняет. Мин тоже потрясающе работает. Экзо, то есть в целом то, о чем говорили, грин полгода, детоксикация, плюс строительный материал мин, плюс харт, восстановить генетику, юми, то есть вы увидите, что девки, конечно, рождаются очень талантливые, красивые, и самое приятное здоровое. Елена Федоровна сейчас расскажет. Да, правильно я дополняю. Это очень все правильно. Спасибо большое. Так, Светлана, еще есть у нас один докладчик, если там хотите водички или еще что-то, то или потерпите, или попросите, поднимите ручку, вам поднесут стаканчик. А если не можете потерпеть, то выйдите, пожалуйста. Но желательно, чтобы сильно не ходить туда-сюда, чтобы все-таки время наше драгоценное осталось сохраненным. Спасибо за заполнение, Марина. Хочу сказать, что из наших многолетних общений с Эмилией Ивановной я вынесла урок, она не позволяет называть своих грегалей, своих должностей. Я так скромно ее представляю по просьбе Эмилии Ивановны. Но мы тогда говорили, что если тут есть в зале беременные женщины или молодые люди, которые хотят иметь ребенка, вы получите эксклюзивный подарок, подойдете нашу имущество Эмилии Ивановны. Семья и добавля называется о беременности, о зачатии, о развитии ребенка первого года жизни. Подумайте, кто будет любить детей и подходить. Но ребенок у нас родился такое энергетическое общение с Эмилией Ивановной, вот с замечательным человеком. Вы знаете, что идешь к доктору и боишься каждый раз с какой бы болезнью, с какой бы проблемой не шел, и можешь прийти и доктор с тобой поговорит и тебя вылечит. Без никаких таблеток, без ничего на свете. Это именно тот случай. И забеременеешь тоже, может быть даже и без помощи Эджеля, потому что появляется уверенность в собственных силах и замечательная энергетика такого доброжелательного человека очищает вашу ауру. Мы же понимаем, это все физические законы, это все не просто так, и суспенсивные гели тоже действуют на основании физических законов. Ну вот у нас прекрасная доктор Елена Федоровна и помогает родиться детям, как семейный доктор, как акушер, и очень хорошо обучает родителей как ухаживать за детьми и научилась не лечить их, а сохранять здоровье детей при помощи применения этих замечательных продуктов Эльши. Нам будет очень интересно узнать об опыте вашей работы. Спасибо. Во-первых, что приехали, и всегда приехал человек. Заводите, какие все энтузиасты, все выступают бесплатно, приезжают сюда за свои деньги, чтобы вы знали. Просто такие замечательные люди. Вы имеете возможность общаться просто с самыми лучшими докторами, теми, которые стали докторами по призванию души. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня здесь. Я всегда на себе выступление. Когда говорю низкий поклон всем людям, кто посещает такие мероприятия. Вы знаете почему? Потому что это люди ищущие и люди, которые уже сейчас сидят здесь, берут ответственность за свою жизнь на себя. Ибо доктора, работая очень долго в медицине, я уже 38 год работаю, я уже пришла к такому выводу, что мы доктора не лечим. Мы можем устранить какое-то заболевание острого, след симптом. А все остальное в состоянии вашего здоровья лежит у вас на вашей ответственности. Почему? Потому что знаете такое хорошее высказывание, которое я когда-то прочитала и меня очень импонирует. Если до 40 лет ты не научился сам себя лечить и проживаешь жизнь зря. Почитайте АМОСа, Почитайте ведущих медиков всего мира. Все они говорят работайте над собой, изучайте свой организм, изучайте каждый орган своего организма, человеческого тела. И вы поймете, что вашему организму нужно. Вы научитесь это давать ему. Тогда вы будете здоровы. Составляющая здоровья кратенькая. Это наша мысль, уже говорилось сто раз, я буду еще раз об этом повторять. Повторю. И здесь я тоже коснусь немножко, всего немножко. Я очень люблю восточную медицину, уважаю японцев. Так вот, они напомню культуре всех заболеваний, и все болезни делят на три части. 3% как было, так и есть сто лет назад и сейчас, 3% это кармические болезни, когда человек приходит на землю с какими-то уродствами, то есть он проживает вот такой путь. 80% это не болезни, это тренировка и формирование иммунитета, эти болезни больше всего. Это что? Простудные заболевания, столкновения с вирусами, бактериями, и если наш иммунитет работает хорошо, мы его питанием поддерживаем, то мы не болеем этими заболеваниями, а скажем немножко позже этого. И около 20% остаются те болезни, которые нам стучат, как, знаете, стучат и говорят, ты делаешь что-то не так, ты делаешь что-то не так. Это болезни, которые мы нарабатываем себе сами. Допустим, гастрит. Мы же не рождаемся с гастритом, правильно, возникает. Если у нас начинает болеть животных, задавайте себе вопрос, что я делаю неправильно, я питаюсь неправильно, ну, какие-то моменты делаю. Есть еще такое понятие психосоматика. Я немножко коснусь этих моментов, чтобы мы говорили на одном языке. Что такое психосоматика? Все наши эмоции, все наши есть эмоциональные, то есть вы знаете, что мы со своим физического тела, тонких тел, локоментального, эмоционального и так далее. Так вот, при любых наших эмоциях наш организм вырабатывает что? Какие-то определенные активные вещества. Так вот, есть отрицательные вещества, гормоны отрицательные при отрицательных эмоциях. Какие отрицательные эмоции вы знаете? Страх, обиды. Но самое такое, что разрушает нас больше всего агрессируемые не так часто, обиды и жалость. Жалость это тоже такая отрицательная жаль и жалеем сами себя очень часто. И обижаемся. Так вот, это при этих эмоциях возникают такие гормоны, которые, как они действуют на организм? Они воздействуют на гладку мускулатуры, ее сжимают. Сосуды сжались, давление поднялось, боли в животике, спастические и так далее, спазм кришечника, спазм желтеводящих протоков и так далее. Но где у тебя слабо, там оно и будет влиять. Значит, на что оно еще влияет? Оно угнетает иммунную систему. Вот эти активные гормоны, вырабатывающиеся у нас при отрицательных эмоциях, они угнетают иммунную систему. Вот, что делает еще? Они подавляют работу эндокринной системы. Что делают эндорфины? Что такое эндорфины? Это гормоны радости, счастья, то есть, которые у нас возникают. Масса, это очень большой конгломерат названия этих веществ, которые возникают при положительных эмоциях. Любые. Любые радости, счастья, добра. Когда вам комфортно, гармонично и хорошо. Так вот, эти гормоны, противовес отрицательным гормонам, они что отделают? Естественным путем стимулируют иммунную систему. Почему люди потемнистые, они болеют? Практически не болеют. Почему? Эта болезнь проходит так, мимоходом. Что они делают дальше? Они способствуют нормализации работы эндокринной системы. И что они делают? Они стимулируют иммунную систему и расслабляют гладкую мускулатуру. Только то, чтобы не зашкалило. Знаете, может так порадоваться, что в больницу попасть, не пытаясь. То есть, эмоции должны быть немножко такие уместные и не зашкаливающие. Так вот, это то, что расслабляет гладкую мускулатуру. Давление не поднимается, спазм животика снимается и все. И теперь я кратко, потихонечку, введя вас в ракурс моего мышления, опыта на работах и так далее, перейду к детям. И так вот, дети. Я педиатр, долго лет работаю, я работаю на артологии, принимаю участие на домашних ролях. И просто, я тоже думаю, что вы знаете, кто видит детей и может видеть детей, допустим, 10-20 лет, ну, то есть, поколение детей. Детки рождаются сейчас совершенно другие, совершенно другие. Они рождаются с совершенно другим взглядом и несущим определенную информацию. Это дети будущего, в которое мы попасть не можем. Поэтому с уважением низкий поклон к детям. И говорите за то, что вам дают, детки доверяют. Вы знаете, что тушают ребенка и выбирают родители. Вот он пришел в вашу семью. Благодарите за то, что вам Господь послал это, 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 божественное, божественное человечка вот этого. И благодарите за то, что он позволяет ухаживать на физическом уровне за его телом. Но они все мудрее и умнее нас. Они несут ту информацию и те таланты, с которыми, увы, наше обычное поколение пришло на жизнь обучаться здесь. Они несут эти таланты. Поэтому на «Вы» с уважением и с низким поклоном. Так вот дети. Во-первых, живем в наших семьях. Вы понимаете, что если бы наше поколение родилось вот сейчас с нашими теми задатками физическими, эмоциональными, моральными и так далее, вы бы, наверное, не выжили. Наши, эти дети, которые рождаются сейчас, они настолько сильны. То есть, не думайте, что они маленькие и бессощитные. Они выживают в том, в чем мы, в чем мы бы жить не смогли бы. Потому что сейчас настолько экологический наш мир, в котором мы живем, изменился за последние 20 лет. Достаточно, ну я же не говорю, там Чернобыль и так далее, мертвая еда в магазинах. В первую очередь, наверное, электромагнитное излучение. Вот смотрите, у нас даже вот эти лампочки, это электромагнитное излучение. Большинство, это наши телефоны, в которых мы не можем отказаться. Посмотрите, у всех телефонов выключены. Представьте, сколько вот этих электромагнитных, лучей идут через нас, волн через нас идет. Так вот, представляете, как мы выживаем в этом мире. И на первый план, в который заболевания идут болезни свободных радикалов, свободных радикалов. Можно я здесь немножко нарисую, чтобы мы говорили на одном языке. Почему первая, номер один болезни, я могу тут ниже, скажу, почему, допустим, почему, допустим, на первый план заболевания и смерти в мире, больше всего от каких заболеваний? Сердечно-сосудистые, почему? Вы знаете, что такое свободные радикалы? Кто здесь первый раз? Знаете, я расскажу, рассказать немножко. Расскажите. Я кратенько. Вот наша клеточка. Клетка наша, она состоит из мембраны. Что такое мембраны? Почему все ученые во всех журналах много читаете, что нужно следить за тем, чтобы мембраны наших клеток были здоровы? На мембранах находится рецептор. Рецептор – это как ключики. И наша эндокринная система, иммунная система, весь наш мозг и так далее, они дают этим ключикам какие-то задания. То есть подходит, допустим, если у нас эндокринная система посылает, что этой клеточке нужно, допустим, размножиться, то здесь рецепторы разные, они идут, рецепторы много-много-много. Вот рецептор такой ключик подключается, и эта клеточка денется на две клетки. К другому ключику она самоуничтожается, к третьему она вырабатывает какое-то вещество, к четвертому другое вещество. То есть понимаете, насколько важна наша здоровая мембрана наших клеток. Так вот, если какое-то патологическое воздействие на мембрану идет, телефон поговорили, выбивается электрон, вот допустим, рецептор вот такой, для того, чтобы клетка поделилась, а электрон выбился, и она стала вот такая. Он не работает этот ключ, и эта клетка не может поделиться на где здоровая клетка, или наоборот саму уничтожиться, если она, допустим, борьна. Что получается? И эта клеточка становится заряженной, ну, состоит она еще там ядро ДНК, разные липосылки и так далее. Так вот, если электрон выбивается, клеточка становится заряженной, она становится каким-то? Свободным радикалом, то, о чем мы говорим. И она начинает прилипать к себе, что здоровые клетки, эти клетки не работают так, для чего они приспособлены. Правильно? Еще в жизни нашей существует. Я всегда это рисую, эту картинку, чтобы вы понимали, насколько это важно. Вот наш сосуд, аорта, в который бегают, что эритроциты, другие клеточки крови, вы посмотрели на слайдах Марининых. Вы представляете, если они бегают раздельно. А представьте, если вот этот конвейерат, слипшийся, прилипает сюда, к капиллярчику. Что он делает? Он не проходит сюда. Это тромбоз, или что делается, инсульт, инфаркт и так далее. А представьте, если поражается клеточка самого сосуда, рефлекторно, что делает? Холестерин бежит. Холестерин – это хорошее вещество. И сейчас статьи читайте последние, почему холестерин надо уважать. Если холестерин много у вас в сосудах, это говорит не о том, что плохо, а о том, что у вас сосуды в никаком состоянии. Холестерин – это латает, это клей, который склеивает те дефекты, которые, поражаясь клеточкой сосуда, возникает дефект. И холестерин что делает? Он ее латает. Ладно, здесь полотал. А если этот холестерин полотал здесь, что здесь будет? Даже одна клеточка не пройдет. Это всегда рисует, чтобы вы понимали, что такое свободный радикал и почему с ними нужно бороться. Почему на первый план выступают болезни сердечно-сосудистой системы. А представьте, это если сосуды в мышце сердца. А сердце – это у нас орган номер один, который начинает биться в 21 день нашей жизни, внутриутробно наших родителей, нашей мамы, и уходит, и перестает биться, когда мы уходим в другой мир. Поэтому это очень важно, когда мы следим за тем, чтобы наш организм наполнять свободными антиоксидантами, теми веществами, которые вот эти свободные радикалы в клеточке восстанавливают. Еще что такое болезнь свободных радикалов? Еще на всю клеточку ядро. Если воздействие на клетку очень глубокое, поражается ядро клетки. Что возникает? Мутированная клетка. Что это возникает? Начинается. Рак. Рак. Поэтому третье место на мукулатуре идет онкозаболевание. Второе место – это заболевание соединительной ткани. То, о чем говорилось раньше, я скажу немножко позже. И четвертое место и четвертое место какое на мукулатуре? Мукулевление абсолютно. Гиповитаминозы. Так вот, перейдем к детям. Вернемся к детям. Я немножко в ракурс вас ввела вот это, чтобы мы говорили на одном языке. Так вот, наши дети. Вы понимаете сами, что дети более уязвимы, потому что у них клеточки молоденькие, они еще не хрелые, но они здоровенькие, они хорошо делятся, они имеют все вот эти ДНК хорошие и так далее. Так вот, для чего нужны свободные антиоксиданты всем от начала? Эмилия Ивановна сказала и Марина говорила, что самое главное, что нам нужно нашим детям от начала зачатия и даже еще родителям заместившись до зачатия, для того, чтобы наш организм очистить от свободных радикалов. Если у нас пока еще ничего не болит, основным критерием того, что они у нас накопились, какой синдром есть, которого раньше в номеркатуре вообще не было? Синдром хронической усталости. Когда вот нет сил, да? А выпил антиоксидант и все. Как по щелчку, мы на 9 этаж без одышки. Так вот, дети. Ребеночек рождается. Что нужно? Если мама кормит грудью, и Марина здесь слайд не показала, у нее очень хороший слайд, молочко, которое, молочко просто, которое мама кушает там, разные пирожные и так далее, и молочко, когда мама не кушает разные гадости, а кушает продукты. Найди. Вот. То есть, что такое молочко маминой? Если мама будет пить продукты Эйджил, если она будет правильно питаться, если очень важно, она будет любить своего малыша, этот малыш будет жить в энергии любви, а энергия любви мамины, что возникает? Все вещества, которые мама вырабатывает, и малыш тоже передается, и он вырабатывает эти же вещества. Еще коснусь, два понятия, которые вы должны как бы осознать и осознать понятия «дети». До трех лет заполняется подсознание, от момента зачатия до трех лет жизни, до трех лет. Поэтому ребенок, подсознание наше, видите, да, с продукцией и без продукции, особенно если там и все, что угодно, там и дрожжи, и все, что угодно, в этой молочке это покатает. Чтобы вы понимали, насколько важно, когда родители кормят грудью, чтобы они осознанно себя питали, думали, мыслили и вели здоровый образ жизни. Это очень важно. Не только во время беременности, но потом при кормлении грудью. Так вот, до трех лет заполняется подсознание ребенка, и до 15 лет он живет нашими эмоциями, он живет нашими эмоциями, в наше энергическое поле ребенка формируется до 15 лет. С 10 до 15. А до 15 мы защищаем нашим энергетическим полем. Так вот, они живут нашими эмоциями. Поэтому, если мы как-то неправильно, мы, как бы, как сказать, обижаемся, злимся и так далее, во-первых, с молочком посылаем эту энергию, и ребеночку передается энергия, и он вырабатывает те же гормоны, которые угнетают его эмоциональную систему, подавляют его развитие. Это очень важно, чтобы вы в течение дня, это мам и пап касается, очень важно, чтобы в течение дня положительных эмоций вы вырабатывали больше, и это обучали своих детей радоваться жизни. Вот, потому что положительные эмоции, соответственно, эндорфины, они нейтрализуют действие отрицательных гормонов. Это очень важно, вы только осознайте. Детки, они, они природно заложены в них, вот эта энергия любви, и все они родились, зачаты были в энергии любви, и вынашиваются. Дети улыбаются, эту фразу вы тоже знаете, до 500-700 раз в день. Мы улыбаемся сколько? 17-19, мы перестаем улыбаться. Поэтому как вы можете научить детей своих жить в радости и любви, если вы сами это чувство утратили? Я просто призываю учиться радоваться каждому лепесточку, каждой мелочи, каждому вот этим взглядом, глазам вашим, каждому, каждой встрече людей. Улыбнитесь, если человек по нему идет по улице. Если он в ответ улыбнулся, вам Господь, Вселенная скажет спасибо, что вы послали энергию любви этому человеку. Вы знаете, что энергия любви самая мощная в мире, умиротворение любви. Энергия любви, посланная в мир, она нейтрализует энергию агрессии 700 человек. Посылайте энергию любви на восток туда, чтобы война это быстрее наша, быстрее закончилась. И мир пришел на планету Земля. Так вот дети. Опять возвращались к детям. Поняли? Немножко. Дети. Ребеночек родился. Если мама кормит грудью, и мама принимает эти продукты, малыш получает, или естественно, живет в состоянии любви, малыш получает все необходимое. Но с момента того, хотя можно с рождения, пожалуйста, можно июми, инин, ильзе, это деткам можно с рождения до конца. Инин, все продукты можно малышам с рождения. Основное, то идет июми, инин, ильзе. Для чего это нужно? Для того, чтобы малышам... Так, еще коснусь витаминов. Витамины, чтобы вы понимали, для чего это нужно. Витамины 1913 год. Для того, чтобы мы полностью воспользовали витаминами, ветоэлементами в наш организм, человеку нужно было съедать килограмм. Килограмм свежих овощей, фруктов. 1956 год, кило 200, 2008 год. Это данные, где вы можете, это данные можете найти в интернете. 5-6 килограмм. 5-6 килограмм. Даже если вы сидите, живете на земле, выращиваете, ничем не обрабатываете, вы 6 килограмм не съедите в течение суток. Деткам там ходят, начиная маленькому, до годика, там нужно что съедать, чтобы мама съедала 6, и после 6 месяцев, ему там килограмм 2 съедать. Не съедим. Поэтому заболевание гиповитаминоза, недостаточность витаминового микроэлемента, это 4 место в заболевании. Поэтому, что такое делают витамины в нашем организме? Что они делают? Это не структурный материал. Это не структурный материал. Структурный материал это белок, энергия это жиры и углеводы. А что такое витамины и микроэлементы? Какую функцию они играют в нашем организме? кто скажет какую функцию играет что-то что-то в этой жизни у нас в организме происходит масса биохимических реакций мы все время я стою сидеть у нас все время учеными как бы выделено около 5000 жизненно необходимости если какая-то из них не будет идти где-то будет жизненно необходимые поддерживать жизненно необходимые органы так вот витамины микроэлементы не запускают в работу эти биохимические реакции если их не хватает то какие-то биохимические реакции не происходит в результате чего где-то что-то недоокисленно накапливается зашлаковывает и возникает болезнь витамины минеральных комплексов я опять же коснусь чтобы вы поняли в первый раз что это такое это единственный витаминно-минеральный комплекс который имеет живые хилированные витамины сколько витаминов С содержится в природе кто изучал анатомию сколько 46 46 форм витаминов С я изучила все минеральные витаминные комплексы которые могла изучить там около 200 изучала химические бадовские и так далее и в одном нашла 8 в одном 6 и все это единственный минеральный витаминный комплекс который ходит все 46 форм витаминов С в природе существует 8 форм витамина Е я не нашла ни одного витаминно-минерального комплекса где ходит хотя бы 2 или 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 здесь ходит 8 форм витаминов и все остальное понимаете какая разница это живой продукт живой вы знаете что такое живая клетка что такое живая клетка витамина яблочко сырья яблочко сырья и кушать ее это живая клетка чем она отличается от яблочко витамины еще сохранились микроэлементы что содержится там содержится ферменты для себя перерабатывающие я всегда пример напарной молоки привожу потому что это очень наглядно почему напарное молоко никогда не бывает аллергии даже если у человека аллергия на молоко есть что такое аллергия когда человеческий организм по каким то причинам не может сорвать ферменты перерабатывающие какое-то питание молоко допустим да почему напарное молоко у такого человека никогда не бывает диспепсии никаких не отрицательных каких-то реакций почему потому что в молоке содержится ферменты пармон который само себя перерабатывает и нашему организму не нужно вырабатывать энергию для того чтобы выработать ферменты перерабатывающие молоко молоко полежало постояло час ну два остыло ферменты это очень чувствительный при соприкосновении с кислородом они быстро моментально разрушаются и уже молоко мы пьем через час это же свежее молоко но уже нашему организму нужно потратить энергию чтобы выработали ферменты переработающие это молоко то же самое это касается свежих ягод и фруктов которые мы срываем с ягод с кустика вот этих содержатся частично ферменты себя перерабатывающих и что еще содержится антиоксиданты так вот ферменты эти антиоксиданты они при beard он купил 큼 с воздухом или если там не поступают icác European сказ scientists donde figure the weather не поступают сон и натуральная CNE донпhill и так далее они разрушаются л��renalин тут вот это разрушение идет момент 알고 когда мы нашему организму необходимо хватает определенными суставами это первый 불� которым Podcast так вот и целярные технологии компания решит структуру вот эти концентрации антиксидант он все сорок шесть и с помощью анодиспешта наполняет геневым адресом если вы это осознаете крышу так вот детки почему нельзя нужно всем нужно нам поможет в наших условиях в этих экологических условиях дети витамины надо если мама кормит грудью мама пьет витамины обязательно тогда у детей не будет слабости соединенной ткани рахита что такое рахита почему и возникает или допустим у стопороз у нас у всех у всех слабая соединенная ткань живет в наших условиях что такое каркас кости мы привыкли там остеопороз это надо кальций остеопороз это тогда когда каркас это хондроэтин глюкозамин вот он такой кальций вошел и вышел он не задерживается а если вот он такой кальций вошел и остался так вот рахит это тогда когда ребеночку что мы делаем достаточно кушать кальций а ребенок до года на молочном скармливании кальций он получает вот так им не нужен кальций он так с едой получает движение потому что улучшение кровоснабжения и что еще хондроэтин глюк хондропротекторы детки растут как они растут скачками растут растут что так когда они тянутся остеопороз природный возникает натягивает что нужно делать флэкс который содержит хондропротекторы кушает мама если надо кушает маленький турцамин ребенок это много 10 дней в 2 недельки хрусты проходят растут дети извините до 14-15 лет когда они тут на 6 сантиметров потом крышу сносят что еще хондропротекторы это обязательно деткам в те моменты роста до 14 лет мы даем короткими курсами кальций с осторожностью почему потому что кальцинируется в первую очередь зоны роста и дети перестают расти кальций до 14-15 лет мы маленькими курсами но можно давать время переломов кальций мы воспалываем детей за счет витаминов и за счет кальций содержащих продуктов молочных продуктов и самый кальций содержащий продукт у нас на Украине какой? Мит какой? кунжут ребята кунжут в 4 раза больше чем горок, молочные продукты и так далее. Две стрелы, лакошки, кунжута, хорошего кунжута, это кальций, потребность кальция для нашего организма взрослого человека. То есть из 40, около начинается остопорожка, кушайте кунжут и кисломолочные продукты. А учитывая то, что кисломолочные продукты, король и так далее, насколько качественно, увы, не всегда найдете, то лучше пусть это будет кунжут. Дальше, что нам надо нашим малышам? Подпитать иммунную систему. У каждого рождается со своей программкой. И если ребенок, допустим, кто-то болит чаще, кто-то меньше и так далее, это не значит, что иммунная система слаба. Она просто медленнее развивается. Вы знаете, какое понятие медленно стартующие дети? Когда вот, ну, болеют чаще немножко, но они дозревают и догоняют. Что нам нужно? Иммунная, которая питает иммунную систему. Экза. Расстояем чуть водичкой, капаем в нос. Входные ворота этих человек, бактерии, вирусы какие входные? Нос или горло. Капаем в нос. Они нейтрализуют эти вирусы и бактерии. Вирус не плодится и не размножается, а соответственно не захватывает новую территорию. Не идет в ухо, гаймер, укладывая и так далее. И соответственно, маленькие порции мы кушаем в рот. Не давая этому вирусу здесь, то есть не оккупировали этот процесс. Мы приостановили. Он попал, попал определенные клеточки. И он там и сидит. Мы не даем распространиться этой инфекции, западать новую территорию. На площади слизистых. Что делать Юми параллельно, чередуя в носик? Мы чуть-чуть растворяем, капаем в нос. Что он делает? Он способствует выработке усиления флокоцитоза, знаете, что это пожирание бактерий. И выработке интерферона клеточками носоглотки. Понимаете, запустили два процесса. Все. Смотришь, капаешь, капаешь туда маленькими порциями совсем в ротик, смотришь на глазах за 4-5 дней, за 4-5 часов ребенок просто тает, боль уходит. Ребенок выздоравливает, завтра он пошел в школу. Дальше немножко усиленную дозу даем в день, два, три. Все. Ребенок не расплавивается. И это то же самое. Проверьте на себе, работает идеально. Если мы еще, за это время, даем еще МИН, если у нас есть дома, это уникально. Если мы так деткам даем поддерживающую дозу, ну там чайная лодка, что он зашел по воздуху, потому что, посмотрите, какие возрастаны не нужны. Но во время, если вдруг температура высокая, очень много сжигается витаминовыми элементами. Если вы дадите даже годовалому ребенку пакет МИНа, МИНа, три пакета ЮМИ-4, и он высосет у вас там маленькими порциями эвротик экзо, пакетик А3, то есть 10 раз превышать дозу можно, понимаете? Мы купируем этот процесс безвредно, нормально, эффективно, классно, без лекарств, без ничего. Температура тает буквально уже 24, 5, 6 часов, 40, звонят уже через 3 часа, там 8,2, звонят через 3-4 часа, температура спала, все. Температура нет, запустилась иммунная система, нейтрализовали вирусы, ну, дальше просто время, знаете, как царапина, наш не пройдетесь, мы с третиком обработаем, и надо время, чтобы она зажила. Вот та слизистый кусочек, который поражен вирусом, надо время, что-то, ну, может, чуть-чуть потушить, может, чуть-чуть там, ну, носит что-то заложен его, и все, но это ребенок ходит в школу, ходит в садике, и все. Насколько это мощно работает? Что еще? Грин, за грин, панацея, панацея тут поют, и я тоже несколько поплыл, почему? Все интоксикации любых и телом, или вы чем-то надышались парами, вы знаете, ремонт в квартире, все, лежишь, да? Грин выпил, нейтрализуется, человек возрождается. Похмельный синдром, это тоже прозвучало. Знаете, как у нас один мужчина с нашего офиса и с нашей команды, причем, вчера был на свадьбе, а вина дома нет. Не так, чтобы, понимаете, то есть я не заставляю вас всех пить и так далее, но бывают разные ситуации. То же самое касается, когда мы переедаем, ладно, там не пьем, мы переедаем. Новогодние праздники там клеил немножко, того позволит того, вы знаете, когда организм чист, то он привык вот эту всю, всю химию, которую мы кушаем, отторгать. Плохо. А грин выпил, быстренько, быстренько не закрязалась и вывезли. То есть любые интоксикации, как скорая помощь у вас должно быть, любые интоксикации, любые хитеологии, от температуры до любых отравлений и так далее. Правильно, Марина говорит? В этом году и прошлом была вспышка интровирусно-ротовирусной инфекции у нас на югах. В прошлом году еще Крым наш был, там вообще там два года, это было вообще зашкаливание. Все, кто ехал с грином, полдня и они купаются. Все, кто без грина, по понедельникам вместо отдыха лежали в больнице. Дальше. Они всех сказали понемножку, я хочу коснуться отдельно флекса, потому что это уникальный продукт, перед которым я поеду фирамбой и кланяюсь низкой. А мне фирамбой ставлю, спасибо. Почему? Потому что туда входят хондропротекторы, это пятое поколение хондропротектора. Оно работает настолько мощно. Вы понимаете, четыре продукта, почему хондроитин, глюкозамин не работает отдельно? Этих продуктов очень много у нас, очень много на рынке. И пьют, пьют, и пополгода, а эффекта нет. Почему? Потому что сюда входит еще серость, сюда входит целогрин. Вот смотрите суставчик. Вообще мы из соединенной ткани состоим на сколько? Кто знает? На 80%? На 80% соединенной ткани. Воды и соединенной ткани. Где у нас соединенная ткань? Есть твердая часть, кости, я вам сказала, каркас. Есть хрящевая ткань, все суставчики наши. Есть клапаны сердечные, брюжейка крови, стенки сосудов, это соединенная ткань. Хрусталик глаза, все оболочки всех органов внутренних и систем. Где еще у нас соединенная ткань? Это наша пристательная железа, это наши яичники, это наша, ну, и жидкая часть, что это лимфа и кровь. Понимаете? Мы все состоим из этой ткани. Вот то, что сказала Марина, очень часто, мы лечим коленку, допустим, пьем, а здраво, это весь организм наш. Так вот, что делает целогрин? Жирные кислоты туда входящие. Вот есть и суставчик, вы смотрите, работает, работает, ходим, бегаем и так далее, начинает терять друг от друга. И что начинается? Больно, да? Царапает, как бы компенсатурно, а что организм вырабатывает? Соли, которые латают вот эти дырочки, да? Дефекты. Еще больнее. Мы пьем целогрин. Что он делает? Мы пьем флекс. Целогрин что делает? Он выводит соли, всегда идет через обострение, всегда. К концу первого месяца, вторая, третья неделька всегда через обострение. И он что делает, способствует выработке около суставной жидкости. А, соответственно, и крови, и лимфа, и все остальное тоже оздоравливается. Боль уходит, но еще он не восстановился. Что делает хондроэтин глюкозамин? Он входит в суставчик, обновляя вот эту суставную поверхность. А что делает сера? Она склеивает это. Почему, допустим, хондроэтин глюкозамин, сколько мы, 6 месяцев пьем, он вошел и вышел? Вошел и вышел. А человек, если мы назначаем хондроэтин глюкозамин, не говоря ему о жидкости, он пошел и его купил. Это тоже недешево, ребята. Если серу не подключить, он вымоется все. Мы пьем, пьем и разувериваемся в стоп. Значит, что делает, что нужно минимум? 6 месяцев 100%, чтобы суставчик постановил. Может, 8 кому-то, если где-то 80, допустим, 70. У меня была женщина, 82 года, которая 2 года до этого пролежала. Это бы яркий пример, который я всегда привожу. Когда в 50 лет люди встают или в 30, это уже массовое и все постановление идет. 82 года, 2 года пролежала. У нее ждала очередь на пересадку, на смену, на забереванность уставчиков. Так вот, через 3 месяца мне звонит внук и говорит, Елена, я пришел, бабушке нет на месте. Она встала, пошла в туалет. Она смогла встать, пойти в туалет. Через 6 месяцев она встала вокруг домика гуляет. И сейчас до сих пор. Они пропили там 9 месяцев. Я вот 2 недели назад с ними созванивалась. Везли ее в Киев, из Черкасс в Киеву. Вот, понимаете, это уникальные такие возможности дает этот продукт, который восстанавливает все. Что у нас, мы лечим коленка, что у нас проходит. Рассасываются аденомы и воспаление предстательной железы. Прозвучало это. Вот уникальный случай, Оля выходила, рассказывала. У меня 7 случаев беременности на хроне флексы. Ну, Ю, Мельза и так далее, витаминки насыщают. Почему? Если идет спайчная болезнь, воспалительный процесс был яичников, и спайчная болезнь, заросло все там. Он рассасывает вот эти спайки, идет зачатие. Понимаете, люди, которые долгожданные детки рождаются. Что делать дальше? Люди снимают очки. Если катаранты идут до 50%, зрение полностью восстанавливается. Хрустали, в самом-то, мутности вот эти уходят. Что делается дальше? Рассасываются рубцы. Сколько у нас, сколько, вот, Марина, это тоже прозвучало, еще акцентирую внимание. Если мы принимаем после инсультов, инфарктов флекс и плюс юми, юми уникален чем? Он не только питает иммунную систему, но он активирует в нашем организме стволовую клетку. Что такое стволовая клетка? Вы знаете? Это та клеточка первозданная, которая может дифференцироваться в любую ткань нашего организма. Вот она бежит в этот рубец, флекс рассасывает, и клеточка заменяет здоровой клетками сердечной тканью. Или там, допустим, в зависимости от того, какие рубцы есть. Вы понимаете, что рубца, рубца нет после инфаркта. Вы понимаете, что такое сердце обновилось? Построилось заново. Построилось заново. Понимаете, что это такое? Это уникальный продукт. А в сочетании они работают идеально. Еще коснусь харта. Он немножко, ну, подробнее немножко. Потому что Рэнди Гейдж, он, знаете, такая фраза у него есть. Если бы у нас был один продукт харта, мы бы завоевали весь мир. Почему? Потому что туда входит, почитайте, что туда входит. Входят все вещества, которые способствуют обновлению и заставляют работать мышцу сердца. Что такое сердце у нас? Это мышца, которая сокращается всю нашу жизнь. Если, конечно, мы спим, харт будет работать только преимущественно сердце. Потому что все мышцы отдыхают. Но если мы там качаем это, если мы качаем пресс на харте, двигаем, то будут еще подпитываться все мышцы, которые движутся на данный момент, будут двигаться, если могут быть в нем харта. Поэтому очень важно, кто занимается спортом и так далее. Что такое харт? Если флекс, он суставчики с этой ткани влечит, то есть сосуды, вот стеночки сосудов укрепляют, очень важно. Они становятся эластичными, нет инсультов инфаркта, они не лопаются. То харт, он чистит сосудики изнутри. Вот эти холестеринные бляшки, вот это все-все-все убирает. Так вот, если мы принимаем, допустим, харт, и к концу второго месяца уровень холестерина зашкаливает, радуйтесь. Это очень здорово, потому что растворяются холестеринные бляшки, и они идут в просвет сосудов. И они должны выйти, вот это холестерин убрать, залататься вот эти дырочки. От пятого месяца сосуды становятся, если еще особенно с флексом, там у них, витаминками, оно латается, уровень холестерина падает. Не потому что он снизил, нейтрализовал холестерин. Потому что холестерин вырабатывается, наш организм вырабатывает столько, сколько надо нашему организму. И если сосуды нужно латать, его будет много. Если он не нужен, он вырабатывается столько, сколько нужно нашему организму. Понимаете? То есть он чистит сосуды изнутри. Что он делает дальше? Он открывает мышцу сердца, каждую мышцу. Каждую вот эту, что у нас? Наше сердце состоит из мышечных волокон. Он открывает эту мышцу на вход туда энергии. Что нам нужно для сердца? Энергия. Если энергии не хватает, оно работает, работает, она гипертрофируется, увеличивается в размере и так далее. Ну и, соответственно, он очень здорово восстанавливает ритм сердца. Если какие-то аритмии и так далее, он заставляет вот эти синусовые узлы работать, подпитывая его, работать так, как это нужно. То есть, поэтому на фоне Харта гипертонические болезни, гипертонические дистонии, аритмии, нарушение ритма и так далее, это все просто исчезает. Но с ним очень нужно осторожно. Потому что очень осторожно. Если все остальное, можно по пакете купить и все. Но почему осторожно, если мы назначаем людям, если вы здоровы, пожалуйста, по пакету и все. Но если какая-то проблема есть, я так думаю, он просто может 45-50. Зачните с чайной ложечки. Почему? Потому что он очень мощно включает сердце в работу. Мышцы, клеточки сердца открылись, энергия вошла, она начинает работать классно. А сосуды, если они склерозированы, им нужно время, чтобы они очистились. Поэтому чайная ложечка. Если сразу включить мышцы, сердце начинает работать, а сосуды не готовы, дырочка маленькая. И будет аритмия, то есть неприятное ощущение в области сердца. Может быть недельку-две вы пьете по чайной ложечке, если дискомфорта такого нет, переходите на пол пакетик. Если дискомфорта нет, переходите на пакетик. А потом, пожалуйста, месяцев 6-8, так, чтобы сойти с препаратов всех, вы принимаете все продукты, все препараты, которые вы до этого принимали, гипотензивные и так далее, вы принимаете. Потихонечку нормализуется давление, допустим, и потом при нормальном давлении потихонечку за месяц-два сходите с этих препаратов. То есть пол, ну там, допустим, по таблетке два раза пьете, по половинке где-то недель, по четвертинке сходите на нет. И, конечно, тогда хард, если людям там за 50, за 50, за 70, конечно, каждый день это на постоянной основе, чтобы не пить гипотензивные препараты, как советует нам доктора, правильно? Если вы нормализовали давление и чувствуете себя хорошо, то есть вы восстановили все это, можно даже по чайной ложечке, ну, поддерживающая доза нужна, или хотя бы там месяц-пьете, 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 потому что оно преврается, и мы живем, и вы в таком, ну, в таком мире. Так, значит, к чему я под заключу, потому что я понимаю, что время уже, время уже организовано. Спасибо, что вы слушали. Я вас призываю к тому, чтобы вы взяли ответственность за свою жизнь, посмотрели на себя, на свою семью, на своих близких, на своих родных. Мы, как бы, осознанно, потому что наша осознанность, это принятие решения и ответственности, потому что только человек осознанный может принять и взять ответственность за себя. Я вас призываю, возьмите ответственность. Это наша продукция, это тот продукт, который один из вариантов быть здоровым. Рассмотрите его. Спасибо большое, Елена Федоровна. Ну, интересно, понравилось. Правда, очень интересно. Аж мороз, похоже, так и не интересно. Столько нового, столько полезного мы для себя узнаем. Мы выйдем отсюда значительно умнее, чем пришли. И здоровее, конечно, да. И понесем и свой оптимизм, и эту информацию многим людям сможем сделать много добра. Ну, я просила вас подготовить вопросы. Есть у вас вопросы? Начинаем наш бритер. Пожалуйста. Пожалуйста. Это можно помочь детским серебральным королевам королевам. Пожалуйста. Что такое детские серебральные. Причины такие. Драматические, гипокс abonn. Можно драматические, то это одно и другое. Можно гипоксические детские серебарные. Поэтому не смеётся. И чаще драматические. То есть если это травма в годах где-то, то есть где-то что-то повреждённые, то здесь нужен флэр, он рассасывает. И всё остальное. Юм, как словар, леска. В чём помushем? Ну, это само по себе. Экзи это на постоянной основе от момента рождения до того, пока мы будем в другой мир. Антиоксиданты на постоянной основе. А какие-то другие? Значит, ребеночку вот дальше. С животиком мы начинаем чайная ложечка в день, того, другого, третьего. Дозы в моменты, когда это необходимо, можно в 10 раз превышать. Это поддерживающие дозы. Дальше, если там до 3 лет, там полпакетика, ну и дальше пошут 3 чайных ложечки и пакетик. Передозировки быть не может, ребят. Можно по пакетику. Лечебная доза, лечебная доза в данный момент, чтобы симфлексы, может там, и нечаянно ложечку, вы не можете давать, рассасывая, если там спайтики есть, какой-то, это, 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 это. Елена Максимовна, атакует вам вопрос, и к детскому урозию, и к негетскому, как сотрудить интеллектуальное здоровье при помощи Эджела? Что нам надо питать? Детки развиваются, у них развивается что? Во-первых, это клетки мозга формируются. Что для клеток мозга нужно? Омега-3. Это то, из чего формируется нервная ткань. Нервная ткань. И еще, и витамины, естественно, витамины, микроэлементы, то есть питание получает он грудным молочком, что необходимо, плюс витамины, микроэлементы. Вот, и есть еще такое, когда идет миеллинизация волокон, то есть когда возбудимость волокон меняется, то есть характер деток. Коснуться примерно, что такое. До двух лет идет миеллинизация волокон. Знаете, это симптом морока, когда ребеночка трогаешь, он чух, да, есть, да. Это почему? Потому что я звоню тому, вы все слышите. Я звоню тебе, допустим, вы все слышите. Миеллинизация волокон и деток к двум годам только формируется. К двум годам. Так, для миеллинизации нужно что? Допустим, есть такое вещество лецитин, он входит здесь в блок. Есть такое вещество глицин, которое есть вещество, у нас вещество, это то, что питает нервную ткань, он. Это витамины группы В, микроэлементы, которые вы получаете с этими гликмином. И то, что я сказала, омега-3. Вот это то, что питает нервную ткань. Коснусь еще, ребят, того, что немножко забегает вперед то, что вы сказали. То есть мы где-то наполняем, он нормально развивается, соответственно, если нервные ткани развиваются правильно, интеллект будет нормальным. Очень хорошо на интеллект влияет с рождения, ребята, пальчиковая гимнастика. Когда мы вот на кончике пальцев и ладошка, это у нас проекция нашей центральной медной системы. Если вы делаете массажики ладоши, пестуете, кончиков пальцев, это речевое развитие, это центр интеллекта, это центр памяти. Делайте это. Я всегда показываю с рождения, чтобы делали вот эти вот. Понимаете, детки тогда супер. Не рождается так супер, а мы еще помогаем. Так вот у детей, когда они растут, есть такие периоды скачков роста. Знаете так, растут, растут так, потом чух на два сантиметра. Натягиваются нервы, натягиваются сосуды. Иногда очень много жалоб со стороны сердца и ничего не находится, потому что сосуды начинались. И очень много жалоб со стороны нервной системы. Поптится характер. Мы ребенка начинаем строить по стойке с миром, начинаем воспитывать, а он не в состоянии справиться. Поэтому ОМ, насыщайте его организм, напитывайте нервную систему, чтобы быстренько восстановилось и характер встал на место. Очередную скачу просто, это до 14 лет, скачу просто 6 сантиметров, может месяц-два нужно подавать. Какие виды у нас? Детки 2 года, 3-4. Чайная ложечка, пол пакетика. Чайная ложечка. ОМ дается в первой половине дня, все остальные ОМ с харч, они немножко бородят, и витаминки даются в первой половине дня. Все равно, до еды, во время, после, все равно. Если проблем никаких нет, все препараты намного лучше взваиваются, если даются между едой. Вы же сами понимаете, тут пососали, поели, и там, на голубей минутах, и здесь, он усасывается намного. Усасывается, способности. Можно вам, да? Скажите, как нужно помочь деткам с врожденным диабетом? С рождения самым? Да, вот дети, у которых врожденный диабет. Смотрите, по диабету у меня 5 человек деток. Диабет 2 типа взрослые очень хорошо выходит, очень хорошо, скажите, знаете, на чем? Детки, детки, они растут, и эндокрин, опять же скажу, как скачь и рост, то есть та же эндокринная система, она может выделять такое-такое количество, потом всплески выбраться к гормонам, да? Поэтому, что такое диабет? Сахар, в первую очередь, на что влияет? На стенки сосудов. Вы понимаете, когда с рождения они к 10 годам, стенки сосудов уже никакие. Поэтому хард, это как основа. Это не лечит. Оно защищает сосуды от того, чтобы они не портились с помощью повышенного ратора. Дальше, мы садим ребенка на инсулин, брус, ученый инсулинозависимый. И начинаем что давать? Юми, это основной продукт. Что такое Юми? Это поставщик головой клетки, островки Лангенгарса. И они, неизвестно, как оно поведет. У меня 4 человечка, мы на Юми и Харте, допустим, ну витаминки там, мы их замуж пить. Мы потихонечку сходим на нету, все, сошли с инсулина. Неделя, две, три месяца, скачок рост, эндокринозимый, и все, сошли. Если мы даем препараты этим детям, это нужно обучить маму, чтобы она умела контролировать сахар. Она умела регулировать инсулин для того, чтобы. Это такой подход серьезный с серьезными мамами. Можно будет ваш телефон, да? Харты. Полина тоже это пишет. А второго типа тоже самое. Ну там диета плюс это, на Юми Харте прекрасно выходит все. У меня через 20 лет. Ну то сходим в саблинах и все, поддерживаем, нормально. Ну это же диета надо. Даже грин, он очень хорошо. Грин, он хорошо. В моменты такие грин, он просто очищает, выводит какие-то токсины и так далее. Что-то так. Но основные эти, ну это все остальное тоже. Что-что? А, крутит нож или? Да, вот выкручивает, но ломотажа нога. Цена периодически, сейчас она меньше, но, тем не менее, он может неделю не будет школа. Когда вы читаете нога. Исключить рематоидный артрит, исключить носительство стафилокока, стафилокока, это исключить стафилококока, если там не стоило с артритом, вы понимаете, что это не это. То физиологическая норма зона ноги, когда растут четыре кости, что ломотажа ноги, это что в ней и в психиатрические кости. Это все уходит. Если нет, конечно, ревматозитого шли, то ревматизм, это надо исключить. Если ревматизм, то мы речь о ревматизме. По заиканию Омега и Ом, Ит, такие вещи уже дали очень много. Это у вас так много? Это все, да? Заикание. Надо найти причин. Иногда бывает травм, травм родовая, и идет смещение шейных позвонков. Просто из практики, скажу, есть такие специалисты, хера-фракторы, которые смотрят это. Они, если поставить позвонок на место, заикание будет само по себе. Мы устраняем причины. Вторая причина – это заикание психологическое. Устраняем причину психологическую. Сколько бы мы не давали этого, если там дома шапки летят, то понимаете, ребенок не будет. Третья причина – если просто такое функциональное физиологическое заикание. Заикание, вообще-то, гиперкинеза. Это точно знаю, как подергивание этого, недержание мочитов, тики, тики и так далее. Это Ом, Омега, ну, то есть нервная система. Допытываем нервную систему. Причину найдите заикание. У нас в Беларуси есть парень, который в 30 лет заикание ушло на Омеге. Просто на 4-й месяц приема Омеги на заикание ушло. Еще две проблемы есть. Задержка речевого развития детей и гиперклазия тазобедрительных суставов. Гиперклазия тазобедрительных суставов я это сказала. То есть это, если мамы, понимаете, сейчас рождаются дети от чернобыльских мам. Понимаете? То есть вот это поколение, которое сейчас рождает, это очень слабая соединительная ткань. Поэтому нежели беременеть, то, что Эмилия Ивановна сказала, обязательно пропейте флекс, насытьте свою соединительную ткань, чтобы она была здоровой. Только тогда человек может выносить здорового ребенка со здоровой соединительной ткани. Дисплазия, с дисплазиями рождаются, я статистику скажу, я работаю в 38-м году, лет 30 назад, допустим, 25, у нас была дисплазия тазобедрительных суставов 5-7%. Сейчас 90-87% рождаются детки с дисплазией. То есть это не диагноз, это вообще не диагноз, это не зрелость. Наша задача к 4-м месяцам, пока ребенок начнет крутиться, вертеться, там становится на ножки, наша задача, чтобы он что сделал, оно сформировалось и созрело. Что мы делаем? Первое, это гимнастика тазобедрительных суставов, то есть вот это упражнение до 200 раз в день. Что мы делаем этим? Улучшаем кровоснабжение. И хард и флекс, если мама хорит боди, мама пьет. Все, ребят, дисплазия уходит моментально. Остаются не врожденные дисплазии, врожденных вывихов бедра, это единицы, они как были там 2,5%, 2 с чем-то, так и не остались. А дисплазии стало больше, не зрелости. Поэтому кушает мама, кушает ребенок. Мин и флекс. Задержка речевого развития. Задержка речевого развития, опять же, это причина такая, она может неврологическая, может быть разная. Но если истинная задержка, это подпитка нервной системы. Чаще всего это напитывает опять омега, мин, ом. Ну, Ю мне нужны, когда эта столовая клетка идет и все. То есть если пройти длительным таким курсом, это все, конечно, может уйти. Но там, смотри, есть такое 2 типа речевого развития. Есть до 3 лет, допустим, дети, м-м-м, там исключить глухоаниматуру. Если мы понимаем, он иногда, когда ему очень надо говорить, мама, мы поймем, что это не глухоанимата. А потом они начинают после 3 лет предложение, знаете, как у меня был мальчик, вот так, м-м-м-м-м, а потом я прихожу месяц, пусть я, месяц, вот он не говорил и месяц. Он сидит за столом 3 года, взрослый мальчик. Мама-лингист такой сумасшедший. Он говорит, мамочка, не могла бы ли ты мне налить суп, как-то, налить суп и подать кусочек хлеба. Пойдет так, чисто сказав, до этого молча. То есть из 40% это не задержка, это такой тип речевого развития. А другие накопительные, там мама, она, она, ты пошли, там, по одному слову 10 слов предложения, простыми, ну, постепенно набирают. Да, типа, ну, тут или диагноз, или еще один вопрос. Очень часто у людей повышен ацетон. Что такое ацетон? Ацетон это ацетон. Ацетон это шлак, который вырабатывается при нашем потреблении в пищу. То есть это на, через желудочек и кишече, это и так, ну, что испражнение нашей идентификации убираем. Через почки выписывают мочу, да? Ацетон, он должен, это продукт жизни, продукт при переработке нашей пищи, которую мы кушаем. Вот Марина сказала, от чего он часто бывает, вот в нашем магазине. И это за печенка наша должна нарабатывать ферменты, связывающий ацетон, приводящий вот таким антонбизом, тоже через пешествие. Если по какой-то причине у детей, то есть это говорит о незренности печени, раз, или очень о большом количестве ядов, которые ребенок принял, или человек. То есть ацетон, как диагноз, это при сахарном деле. Это нужно было, если просто при сахарном деле, это и так далее, ацетон это говорит о том, что печенка на данный момент, она работает с нагрузкой. Почему? Вот допустим, мы заболели, температура 40, и там этот вирус выбрасывает токсины, которые вот эти печенка должна связать и вывести. И если печенка не справляется выводить ацетон и токсины, что она сделает? Она сделает и будет выводить то, что более опасно для организма. Она будет выводить токсины, ацетон останется. Вот ацетон повысился. Это называется ацетон при вирусных инфекциях. Это очень часто бывает. Ацетон пищевой, когда мы наели с чего-то. Знаете, вот это то, что должно печенка. Если опять мы наели с чего-то такого, печенка не успевает и ацетон, и вот эти токсины вывести, допустим, она будет конфеток наелись, там масса-масса разных ароматизаторов, красителей. Допустим, у ребенок наелся конфет. У нас часто ацетон бывает, вот эти отравления, бананы. У нас в Чаркасах есть холочехранищик, где его обрабатывают ядами для картошки, ядами и так далее. Она напитывается в новом воде, у нас называется банановый бум, это уже восьмой год, девятый. С пятого по седьмое число, января. Когда мама идет с работы один банан, а тут был новогодний из праздника, три банана. И вы нас с удовольствием три банана съем, мы получим дозу этих химических веществ больше, чем надо. Что делать печенка? Она выводит это, ацетон оставляет. То есть вывела это, ацетон печенка восстановилась, начинает проводить дальше. Дальше, что еще бывает? У нас в Чаркасах, не знаю, как у вас, химия. Азот выбросил, выбросил этот, азот как-то, выброс вот это сделал. Пошла волна на Чаркасову, у всех ацетон. Потому что ребенок надышался, погулял на улице, он должен вывести, это по суткам. То есть ацетон это не сделано с печенью, а вы ищите причину. Может там глисты сидят, печенка имет, пламидит и так далее. То есть ацетон он не бывает. Выбросили печенки, ребенок перерастает эту историю. Это уже просто, как у меня бывает редко. А, кстати, по поводу паразит. Плавное чем? Паразитар. Паразитар два раза в год лечите. Всей семьей это и все. Если, тройчатка, самый такой, самый продукт, самый препарат, который наиболее безопасен, наиболее эффективен и так далее, это тройчатка фирма Галавра 7. Лучше мы вам не предложим. Есть, ребята, они есть. Есть вообще, у нас в Чаркасах есть. Поищите по пакетам в циклах. Тойчатка, ну она называется, тройчатка, то что? Сделайте сами. Возник, полынь, пижма, полынь, ввозди, конечно. Пижма, полынь. Хотите, сделайте сами. 100 грамм полыни пижмы, 70 грамм полыни и 30 грамм гвозди. Перемолите на кофемолку по 1,5 чайной ложечкой, 3 раза в день, за 20 минут. С хлебом нет. Можно сказать, что оно очень крупное. Тут пижмы 70 полыни. Классический? Классический. Это еще один рецепт. Это Афанасиво. Афанасиво, допустим. Еще один рецепт от Клистов народный, можно скажу? Скажи. Это Кудина Ирина Борисовна, ну, тоже врачка же категории. Афанасиво, буквально недавно нам провела вот такую профилактику в семье. Сейчас идет тыква, семена тыквы. Вот берете семена тыквы вместе с этими волокнами, которые есть, то есть мокрые эти семена тыквы. И перемалывайте очень-очень мелко. И вот сколько вот этой кашицы, столько же и меда. Один к одному смешали. И таким образом ложечка, столовая ложка с горкой, это взрослого дозировка, один раз достаточно выпить. Чайная ложечка, это ребеночка дозировка. Это классная вещь, но она глистогонная, это точно так же, как чеснок. Она не убивает листы, ребят, это глистогонная. Глистогонная. Но это если кушать, это надо, ну, чтобы там выгнать все. И отчему все? Это классно, это хорошо, но вот то, о чем я говорю, это горечь и распределка по всему организму. Вы знаете, что, допустим, если брать, допустим, лет 20-25 назад, у нас на Украине высевалось около пяти глистов, больше я не знала. Все, пять. Сейчас 129 зарегистрировано, здесь лица в 100 мира. Есть лица, которые в сосудах, в струне, в железах, в легких, в этой тыкве туда не достали. Ну, просто я к тому говорю. Вот это хорошо чистят на уровне кишечника. Но у нас сейчас на первый план выступают, особенно у взрослых, простейшие. Лябли, пламибия, амилки, трехомонады, амилки, разная консоидность, в сахаре. Вот эта тройчатка, она горечая, она гвоздит, она очень хорошо действует на простейшие. Полыни, надеюсь, что мы принимаем отец? Семь дней. Семь дней? Семь дней. Противо сколько? Повторите, пижма полыни возникла. Пижма идет в 100 грамм. Пижма идет в коробочку. Первая писала она, потом просто, что на горько взяли, кто-то там взял и считал, что это декабрь. Нет. То есть две капсулы в тройчатке соответствуют полутора ложечкам вот этой смеси. Так вот, 100 грамм пижмы, 75 грамм полыни и 30 грамм гвоздика. Гвоздика в магазинах, где пряности покупаются, где лавровый листик, это пижма полын в аптеках. Перемолите на кофемолке, перемолите на кофемолке и за 20 минут до еды. Классически она рекомендует жевать, то есть держать во рту, пробитывая слюной. Это очень мощно работает. Поверьте, за мои годы я на себе проверила уже массу всего на своей семье. Это лучше всего. Но они взяли в капсулу, когда к деткам, понимаете, горечь, они не будут жевать в капсулу. Но капсулу тоже, тройчатка тогда, когда ребенок в состоянии глотать в капсулу. Ну а так, конечно, прогоняйте химическими веществами. Это вот на уровне кишечника, если там лямли и печенки сидят, так они останутся сидеть. Вот, тогда вармил давайте, да. Чем вармил? И вы не бойтесь его, вармил зернил, это то, что действует на все большие листы, это стихик гор, на лямли еще он действует. Чем? Я думаю, что он токсичен, то, что там описывается, но он не всасывается в желудочно-кишечный тракт, он травит тоже на уровне кишечника. Смотрите, если там листы есть, это очень тяжело выгнать тоже долго. То есть мы сначала выгнали, если вы знаете, а потом, если на постоянной основе ребенок употребляет экза, экза, мин, создается такая среда в организме, когда листы просто не выплаживают. То есть мы съели эту вместо, который за глядным яблоком, но просто не выплаживают. Можно, ну, то есть наша, ну, на постоянной эмс, на постоянной юмин тоже на постоянной основе. Юм периодически, может, тоже на постоянной основе, но, в принципе, юмин это обязательно, на постоянной основе 100% йода не хватает, это однозначно. Но если вы не можете вдруг финансово, то юмин берегите хотя бы на те моменты, когда вы остро заболеваете, там ударная доза выздоровит, так хотя бы курсами. Я по поводу паразитов до полной. Можно? Да, вот лучше многих слов это увидеть. Вот я, у меня есть, есть здесь люди, которые вот очень, ну, мнительные, вот им, пожалуйста, впечатлительно, не смотреть. Хорошо, договорились? Я вам просто хочу показать, это из моих личных наблюдений, то есть ребенок, так, сейчас, а, во-первых, по поводу паразитов. Во время обследования у женщины в крови было увидено вот такое яйцо паразитов, и это мы, ну, уже дали продукт хард, и после харда улучшилась микроциркуляция, поэтому оно откуда-то и высвободилось. Поверьте, они бывают везде и много. Вот что мы увидели. После этого, как вот был выпит хард, кровь стала чуть-чуть получше, до этого она была еще более сложирована. И вот это лейкоцит. Я не могу вам все показать видео, потому что это будет долго. Он, расталкивая вот оттуда клеточки, вот так мягко пришел и присоединился к яйцу паразита. Через буквально несколько минут, у меня в архиве просто в компьютере есть, через несколько минут отсюда пришел еще один лейкоцит. И они вот так вот соединились, объединились вот здесь, и уже от этого яйца не уходили до тех пор, у меня лежало под стеклышком воды микроскопа, несколько часов, пока я не увидела, что оболочка яйца уже разъедена. То есть яйца не выпложиваются, когда здоровый иммунитет хард в данном случае улучшил микроциркуляцию и подпитал также человека. И вот по поводу еще паразитов. Если сейчас увидите, у меня есть работающий, так сейчас, сейчас, вот, товарищи, внимание, вот как можно увидеть живность внутри человека. Тоже можете потом записать мой телефон, если кому-то нужно будет записаться. Вот это личинка с коридом. Обратите внимание, как сладжированы клеточки все остальные. Обратите внимание, что по периметру лейкоцитов много, вот видите, вот это все лейкоциты по периметру. Ну, там надо было бы на паузу начать, чтобы увидеть, но времени нет все рассказывать подробно. То есть еще такая раздорожность. Беленькие клеточки это лейкоциты. Беленькие такие, да, вот. Это такая, это просто увеличение очень большое. Это личинка аскориды. Они должны быть в легких, но когда пневмония у ребенка, перфорация произошла, и вот из легких личинка попала в кровяное русло. И вот эта головка ее, то есть это уже подтверждено, что здесь никакая не вата, не битка и так дальше. Вот полностью симметричная головка, ротовая полость, желудочный, кишечный тракт. И вот лейкоциты по периметру обклеили просто эту личинку. И вот что произошло, когда ребенок начал пить просто экзо и уми в течение двух месяцев по пакетику. Ой, нет, это не то. Сейчас, секундочку. Это, кстати, после экзо и уми так работает лейкоиммунитет. Но это не к ребенку, это просто отдельная история. Видите, вот в плазме это условно-патогенный микрофлор. Это может быть коковая, палочковая бактерия. То есть хватает всего. Мы дышим, съедаем, выпиваем. И вот как иммунная клеточка, это после приема продукта, через 30 минут плазма стала чище раз в 10. И мы видим уже большое количество бактерий локализированных иммунитетом. Все, они оттуда уже не выйдут. Они уже не будут размножаться и вызывать... Это называется фагоцитут. Фагоцитут, да. Они прожирают вот эти все бактерии. А вот это, что касается ребеночка. Прошло 2 месяца. И, во-первых, за эти 2 месяца уже ушли и аллергические реакции. И уже ребенок хорошо питается. Уже появился аппетит. И что мы видим? Никаких даже признаков. То есть понятно, что можно попасть, не попасть на того, на тооскориду. Но никаких даже признаков наличия паразитарки. Однозначно это не значит, что полностью организм уже исцелился. Противопаразитарная работа, она идет годами. Но то, как работает. Постоянно мы дышим, мы питаемся, они с воздухом нам попадают. И вот то, как ребенок изменился, это, конечно, колоссальные перемены. Это было, я увидела это 4 года назад. Я сказала, что мы в руках имеем то, что никогда еще никто не видел. И вот еще могу вам показать, это уже вообще на закуску, потому что мы передержали все сроки. Как выглядят витамины прошлого поколения. Вот так выглядят таблетки растительного происхождения под микроскоп. Вот то, что здесь прыгает, все то, что шевелится, это микрофлора. То есть, что я сделала? Я взяла таблеточку, я разломала ее, эту таблеточку. Взяла стерильным скарификатором на чистое стеклышко. Я взяла небольшую часть пыли вот этой таблеточной. И вот добавила водички и оставила, накрыла другим стеклышком, чтобы размокло просто сюда. И вот в результате, когда я это увидела, я поняла, что, ну, что, во-первых, был вопрос, почему оно там и в таком количестве. Но пришел ответ очень легко. В натуральной среде все очень легко натурально размножается. Мы же эти таблетки, мы открыли банку, там их много. Высыпали на руку, бактерии добавили, или там с воздухом попали, влага попала, теплые условия. То есть, очень легко размножается и плесень, и все, что нам не надо. Конечно, это не смертельно, человек может справиться с этим здоровым. Но для поврежденного человека это может вызвать ряд каких-то бескомфортов. И для тех, кто считает, что мир не стерилен, я покажу, как выглядит клубника, например, домашняя, ну, вот сок клубнички. То есть, ничего там не прыгает, ничего не вибрирует, все чистенько. А природа, она умеет фильтровать. И вот у меня точно так же есть магазинный помидорчик, как выглядит, домашний помидорчик. В магазинах горы плесени, споры целые есть. В домашних совершенно другое. Потом это вот органеллы, ну и так, так же. Это, ну, целая исследовательская деятельность. Но я могу вам сказать, что чем больше, чем больше я это изучаю, тем больше я восхищаюсь. Вот то, о чем я обещала в самом начале. Вот иммунные клеточки, вот они уже, спор, это дрожжи. Вот такие в плазме у людей, очень часто, особенно сладкоежки их имеют. Так вот, после приема грина, что я увидела? Через 30-40 минут лейкоциссы начали их замечать и ликвидировать. Внимание, вопрос в зал. Те, кто ели продукт, кто заметил, что сладкого хочется меньше? Лес рубит. Мои дети, когда они едят продукт, они постоянно клянчат какие-то сладости, чтобы я купила. Когда едят, они спокойно себе даже не вспоминают об этом. Поэтому сейчас они у меня едят продукт на регулярной основе. Даже когда стоит вопрос, что сделать, ремонт в спальне или купить родителям и детям продукт, то я даже не думаю. Решение приходит моментально. А еще лучше сделать так, чтобы жизнь была полноценной, многогранной, заработать и на то, и на другое. Еще ездить отдыхать и наслаждаться жизнью, заниматься благотворительностью. И знаете, как говорит Виталий Милютин, что может дать нищий и больной? Ну, мы же что имеем, то и распространяем. Болезни и кредиты. Чем может поделиться нищий и больной? Чем может поделиться богатый и здоровый? Здоровым и процветанием. Поэтому добро пожаловать в мир Эйджел. Я думаю, что это была длинная, но одна из самых таких обширных лет. Да, мой телефон 067-44-55-982. Какие... А, да, Светлана, пожалуйста, спасибо. Хочу вам передать. Я хочу от вашего имени, надеюсь, вы меня все поддерживаете, поблагодарить наших замечательных ректоров, сказать вам большое спасибо. Емилия Ивановна, Елена Федоровна, Марина, огромное вам спасибо за такие интересные выступления, за ответы на ваши вопросы. И хочется попросить вас от имени нашего коллектива, чтобы такие круглые истории перевести на постоянную основу. Я думаю, что было очень интересно и врачам, и тем, кто не имеет медицинского образования. Давайте учиться, давайте делать такие конференции в будущем, давайте свои предложения, свои вопросы наперед, да, и мы будем готовить для вас такие круглые истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!